Следующим типом ошибок, которые мы с вами рассмотрим, будут ошибки допущения. Если до этого мы рассматривали ошибки неясности, то есть ошибки, в которых что-то было неясно сформулировано, двузначно, недвусмысленно, неоднозначное, то ошибки допущения – это ошибки, к которым приводит то, что мы при рассуждении допускаем что-то, что оно истинно, в то время как мы на самом деле не знаем, истинно оно или нет. И первой из таких ошибок допущения является огульное или поспешное или чрезмерное обобщение. Это на самом деле типичная ошибка индуктивного метода. Индуктивный метод рассуждения – это любое рассуждение, основанное на нашем опыте. Мы отчасти знаем, и из этого частичного знания делаем какие-то выводы на основании обобщения, но никогда не можем знать, наше знание является полным или неполным. Например, студенту была поставлена задача составить хронологию книги судей. Но он долго не думал, не стал перечитывать всю книгу, пытаясь все это прописать. Залез в книжный справочник и взял оттуда список судей. И пришел к выводу, что Гафанил – мужчина, Аот – мужчина, Самгар – мужчина, Варак – мужчина, Гедеон – мужчина и так далее, вплоть до Самсона. Из чего он составил хронологию, сдав работу, при этом для себя сделал вывод, что все судьи Израилевы были только мужчины. Но вы прекрасно понимаете, что этот вывод является неверным, потому что одновременно с Вараком Израиль судила также и Девора – женщина. Точно так же мог этот молодой человек сделать вывод, что среди судей Израиля не было священников и не было пророков. И действительно, в книге судей этого не упоминается. Но если бы он начал читать немножко дальше, первую книгу царств, то он бы узнал, что священник Илий был судьей в Израиле, и впоследствии пророк Самуил был судьей в Израиле. То есть молодой человек сделал поспешное обобщение. Он не обладал всей информацией, но на основании этого сделал какой-то вывод. На самом деле, подавляющее большинство выводов, которые мы делаем, мы делаем из обобщения, при этом всегда должны помнить, что мы никогда не обладаем всей полнотой информации. Другой пример из писания вот этой самой ошибки огульного обобщения – это 2 Петра 3-4, где приводятся слова наглых ругателей, как называет их апостол. Они говорят, где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается то же. То есть прошло столько лет, а Христос до сих пор не пришел. Раз Он не пришел до сих пор, значит Он уже не придет никогда. Точно так же делается огульное обобщение на основании ограниченного опыта. И поскольку поспешное обобщение – это типичная ошибка индуктивного аргумента, мы должны понимать, что индуктивный аргумент, он не обоснован по определению. То есть он всегда может говорить о большей или меньшей вероятности нашего вывода, но никогда не даст точного доказательства, и никогда мы не будем знать все наверняка. Мы должны сказать, что любой исследователь на основании нашего опыта, будь то научное, будь то медицинское, будь то историческое исследование, оно всегда индуктивно. То есть это всегда сиюминутные человеческие идеи, сиюминутное понимание. И проблема не в том, что мы не знаем больше, чем мы знаем, проблема в том, что мы не знаем, знаем ли мы то, что мы знаем. Потому что, может, какие-то новые знания появятся, которые покажут, что наше обобщение было неверным, и все на самом деле совершенно не так. Поэтому мы должны понимать, что если у нас нет дедуктивного знания, что такое дедуктивное? То есть нам известна некая абсолютная истинность, которой мы уже можем выводить частные выводы, которыми поверять наше обобщение. Если нет такого варианта, то тогда наше вообще знание как таковое ни на что не способно. То есть если мы отвергаем представление о Боге, который обладает абсолютным знанием, и о его откровении нам, которым мы можем поверять свои сиюминутные знания, мы должны понять, что мы вообще никогда ничего наверняка знать не будем. Например, долгое время существовала идея, что жизнь сама зарождается из нежизни. Что, допустим, в тине рождаются головастики, из которых появляются лягушки, из гнилого мяса образуются яйца, мух и так далее. И исходя из библейских представлений, из библейского откровения, что жизнь создает только Бог, Луи Пастер показал в своих экспериментах, что если жизни не будет в каком-то замкнутом объеме, она там сама возникнуть в принципе не может. То есть библейское представление, представление о том, что жизнь создает только Бог, позволили ему сделать это открытие, которым мы пользуемся по сей день, когда покупаем пастеризованное молоко от имени Пастер. Само это слово происходит. Ну и экспериментально мы доказываем, что жизнь не образуется из нежизни, всякий раз, когда делаем какие-то закатки на зиму. Всякий раз, когда вы открываете законсервированные продукты и не находите там какого-нибудь гомункулюса, образовавшегося там, вы лишь доказываете, что жизнь из нежизни не образовалась. Другой вопрос, если вам не удалось уничтожить жизнь при консервации, и она там осталась, то ждите, ночью бабахнет, чаще всего ночи, эффект все же должно быть эффектно. Потому что жизнь будет искать, заметьте, да, ошибку персонализации? Жизнь будет искать. Жизнь будет искать выход. То есть на самом деле, те бактерии, которые там были, будут продолжаться размножаться, и давление внутри разорвет вашу банку или в лучшем случае сорвет с нее крышку. Таким образом, это лишь один из примеров. Или, например, ученые видели несоответствие от движения небесных светил тем формулам, которые были, что у Птолемея, что у Коперника, где бы мы ни выбирали точку наблюдателя, на Земле или на Солнце, то есть Коперник не сделал научную революцию, он сделал богословскую революцию, он показал не состоять аристотельских идей языческих, которые проникали в христианское богословие. Но перенесение точки наблюдателя на Солнце устранило вот это сложное движение эпициклов, которые мы наблюдаем с Земли, заменило простыми круговыми орбитами. Но наблюдать Солнце неудобно. Во-первых, далековато, во-вторых, климат неподходящий. Ошибка какая была, такая и осталась. Ошибку устранили исследования Тихобраги и Кеплера, которые задались вопросом, почему планеты движутся не так, как описывают наши формулы. Либо Бог создал мир несовершенным, либо наши знания о том, как Бог создал мир несовершенно. Естественно, для них, как для верующих людей, был совершенно очевиден второй вывод. Наше знание несовершенно, поэтому они годы своей жизни потратили на то, чтобы разобраться с траекториями движения планет. И выяснилось, что такие, что Бог создал мир совершенным. Но проблема-то в том, что мы думали, что орбиты круговые, а оказалось, что орбиты эллиптические. И вот, собственно, научная революция началась с открытий Кеплера. В дальнейшем другой, богослов, которого больше трудов по богословию в количестве страниц, чем по физике, математике вместе взятых, библейская хронология, толкование на книгу Даниила, толкование на апокалипсис, размышления о Святой Троице, звали его Исаак Ньютон. Он открывает законы движения. Точно так же, будучи верующим человеком, понимая, что Бог установил в мире законы. Он эти законы исследует, открывает. И он, в частности, вам наверняка со школы известны три закона Ньютона. Первый закон «не пнешь, не полетит». Второй закон «как пнешь, так и полетит». И третий закон «как пнешь, так и получишь». Законы Ньютона позволяют выяснить, как будет двигаться тело, если мы знаем, какая приложена к нему сила. Так вот, Ньютон задался таким вопросом. А можем ли мы решить обратную задачу? Мы знаем теперь из законов Кеплера, как движутся планеты. Можем ли мы узнать, что это за сила, которая заставляет их так двигаться? И опять же, на решение этой задачи ушло несколько лет. Ему для этого пришлось разработать то, что называется дифференциальное исчисление. И выяснилось, что Бог установил совершенно простые законы. Что сила – это пропорционально массам этих тел и обратно пропорционально квадратное расстояние между ними. То есть, когда вам в следующий раз скажут, что Ньютону упало яблоко на голову, и он в результате этого узнал значение градационной константы с точностью до восьмого знака после запятой, вы должны понимать, что это несколько преувеличенная точка зрения. То есть, мы видим, что именно дедуктивное знание откровения Божьего вело ученых к тому, что они открывали законы, заложенные в природе. Любое научное знание индуктивно. Если мы признаем существование откровения Божьего, которое мы можем поверять в сиюминутные наши знания вечным словом Божьим, мы можем делать из этого обоснованные выводы. Если мы отрицаем саму идею откровения, то мы никогда не знаем, знаем ли мы то, что мы знаем. Пример огульного или поспешного обобщения. Наблюдаемое происходит в соответствии с законами природы и имеет естественные причины. Следовательно, все может быть объяснено естественными причинами. Никаких сверхъестественных причин нет. И, как я уже говорил, в таких случаях стоит вопрос, откуда взялись законы природы, откуда взялась природа, откуда взялось пространство, откуда взялось время, откуда взялась материя. Этот подход ответов не дает, но когда человек очень хочет верить в несуществование Бога, его уже такие мелкие вопросы не волнуют. Поэтому атеист всегда будет пытаться прибегать к естественным объяснениям, сколь невероятны и даже нелепы они бы не были. Апостолы заговорили на языках, потому что напились. Вообще, хороший способ стать полиглотом. Наверное, можно было бы школу открывать, где преподавалось способ овладения иностранными языками путем употребления этанола. Иисус явился учеником живым, потому что римляне распяли другого. Это, между прочим, одна из основных договорений современного ислама. Потому что ислам признает историчность Христа, ислам признает, что Христос был пророком, более того, признает, что Христос творил чудеса, в отличие от Магомета. Но при этом они отвергают особую значимость Иисуса, Иса ибн Марьям, то есть Иисуса сына Марии. То есть они признают, опять же, что у Иисуса не было земного отца. Но Аллах послал слово свое. И Иисус родился. Но, тем не менее, круче всех Магомед, не потому что он лучше, чем пророк, а потому что он последний пророк. Потому что, опять же, согласно исламу, все пророки равны в славе. Тем не менее, Магомед чудес не сотворял. И согласно Корану, Иисус взял живым на небо. И согласно Корану, Иисус будет судить мертвых и живых в день суда. Но при этом они пытаются обойти идею воскресения. В явном виде она в Коране не описана. Но там есть такая фраза. Они думали, что это они убивали его. Помните слова Иисуса, что не прости им Господи, не ведут, что творят. И современные исламские богословы толкуют таким образом. Они думали, что они убивали его. А на самом деле убивали другого. То есть, по ошибке, шел мимо африканец, Симон Кириньянин. Они даже не заметили, что у него свет лица другой. На него возложили крест, а потом его же кресту и прибили. Или по другой версии, Иуду Аллах подменил, и Иуду прибили вместо Христа. И потому Иисус и являлся ученикам живым. Потому что распяли не его, а распяли кого-то другого. Или молекула ДНК содержит программный код, потому что так совпало. Ну, вот так случилось. Вот вы купили компьютер, а случилось, что на нем уже, значит, решили сэкономить, не покупать операционную систему. А совпало так, что она сама там установилась нечаянно. Чисто вот распределение молекул в компьютере создало самооперационную систему. Или жизнь на Землю занесли инопланетяне. И стает вопрос, а инопланетяне-то откуда взялись? То есть, если жизнь из нежизни не возникает, то сама идея, что занесли инопланетяне, ведь не дает ответа на вопрос, как появилась жизнь. А лишь уносит этот вопрос в далекие галактики, чтобы мы им не парились. И если раньше говорили о богословии белых пятен, атеисты говорили, что вот наука, когда все будет знать, места для Бога не останется, вера в Бога, это вера в Бога белых пятен. Сегодня мы однозначно говорим об атеизме белых пятен. Поверьте, всему есть естественное объяснение, просто наука его еще не нашла. Все можно объяснить без обращения к Богу, просто мы не знаем этого объяснения. Вот когда-нибудь наука до этого дойдет. Уверенность в невидимом и осуществление желаемого. Как это называется? Вера. Но есть вера, которая имеет основания, а есть вера, не имеющая основания, то есть суеверие. Поэтому атеизм – это не что иное, как суеверие. Как вот этот же текст в переводе Всемирного библейского переводческого центра. Вера же означает, что мы уверены в том, на что надеемся. Она означает, что мы верим в то, что некоторые вещи существуют, хотя мы их и не видим. Вот это, собственно, то, чем атеисты и занимаются. Следующая ошибка допущения – порочный круг. Порочный круг – это когда мы доказываем тезис, который сам же этот тезис берем за предпосылку. Например, Бог каждый день разговаривает с нашим раввином. Откуда ты знаешь это? Раввин сказал, а он не обманывает. Ну, не будет же Бог разговаривать с человеком, который обманывает. Вот это не что иное, как порочный круг – когда самая предпосылка используется как доказательство. Как бы это забавно ни случало, очень часто мы в своем благовестии используем такой подход. Нужно верить Библии. Почему? Потому что Библия – это слово Божье. С чего ты взял, что Библия – это слово Божье? Библии написано, что у нас слово Божье. Ну и что с того? Нужно верить Библии. И мы, ходя по этому кругу, можем сколько угодно себя самих убеждать, но для неверующего это все смысла не будет никакого иметь. Потому что мы изучаем апологетику, свидетельство философии, свидетельство истории, свидетельство науки, свидетельство искусства, любой сферы, потому что Бог творит всего. В любую сферу обращаемся, и мы показываем достоверность библейского описания. Но доказывать достоверность Библии на основании Библии – это не что иное, как порочный круг. Человек, для которого Библия еще авторитетом не является, для него ссылки на этот авторитет бессмысленны. Обратите внимание, и апостол Петр, и апостол Павел, когда проповедуют иудеям, они всегда ссылаются на Ветхий Завет, на пророчество, на закон Моисеев. Но и апостол Петр, и апостол Павел, когда проповедуют эллином, они ссылаются на мироустройство, на эллинскую философию, на их поэзию, на то, что для них авторитетно, чтобы привести их к пониманию авторитетности Слова Божьего. Опять же, именно с порочным кругом мы имеем дело, когда теория эволюции пытается обосновать миллионы лет эволюции. Помните, мы с вами говорили, что факты разговаривать не умеют. Факты нужно интерпретировать. Нам известен факт, что вся земля покрыта осадочными слоями геологических пород, и что в этих осадочных слоях есть окаменелости каких-то существ, которые когда-то были живыми, и что в разных слоях существа разные. На основании этого на протяжении столетий и тысячелетий люди говорили, видите, это свидетельство того, что был всемирный потоп. Потому что вся земля покрыта именно океанскими осадочными отложениями. Это значит, что вся земля была под водой. И мы видим, как в самых нижних слоях мы видим наиболее глубоководные существа, потом существа средних глубин, потом прибрежные морские, потом прибрежные сухопутные. В самых верхних слоях видим существ, которые дольше всего могли сопротивляться стихии. То есть это доказательство всемирного потопа. Но когда была выдвинута теория Дарвина, всем хороша теория, только доказательств никаких нет, их нужно придумывать. И вот придумали. Давайте будем считать, что вот эта геологическая колонна, так называемая, на самом деле не геологическая колонна, а геохронологическая колонна. Что каждый слой – это отдельная эпоха. Что была эпоха, когда существовали только эти животные. Откуда они взялись, мы не знаем. Потому что в нижнем кембрийском слое мы находим трилобитов, это огромные мокрицы, но полностью уже развитые, с системой движения, со зрением и прочее. И никаких ни недотрилобитов, ни полутрилобитов мы нигде не находим. Потом, куда они делись, мы не знаем. И как появились следующие, мы не знаем. Но в следующей эпохе уже жили совсем другие, никаких промежуточных вариантов нет. Потом эти, потом эти, ну и пока дело не дошло до развития человека. И это доказывает, что эволюция таки была. Подождите, как это доказывает, что эволюция была? Это круговая аргументация. Вы знаете, давайте предположим, что это следствие эволюции. И вы говорите, предположим, что это следствие эволюции, и это доказывает, что она была. То есть это уже круговая аргументация. Но дальше больше. Мы находим эти ископаемые, и с точки зрения теории эволюции определенные приписываются возраст этим ископаемым. Причем этот возраст долгое время менялся. Сначала я решила, что самое древнее это 300 миллионов лет. Потом стало это убавляться, убавляться и далее. Но встает вопрос, как определяют сегодня возраст ископаемых. Ученый достал какое-то ископаемое из породы, излег, на нем же нет паспорта с датой рождения, датой смерти и прочее. Ученые говорят, породы, цитата из American Journal of Science, породы действительно датируют по окаменелостям. Но окаменелости датируют по породам более точно. То есть, каков возраст этого ископаемых, допустим, трилобитов? Такой-такой-то. Откуда мы это знаем? Мы это знаем, потому что мы их находим в кембрийских породах. Говорит палеонтолог. Идем к геологу. Какой возраст кембрийских пород? Такой-такой-то. Откуда мы знаем? Мы знаем, потому что мы в нем находим трилобитов. То есть, это круговая аргументация, но из научного журнала, вот точная ссылка, сказано, что чем больше мы по кругу ходим, тем точнее мы это определяем. геологическая колонна, это последовательность залегания каменелости. До появления теории эволюции считалось следствием потопа. Геохронологическая колонна, это не что-то, как отражение уже идей эволюции, заложенных в это дело. И таким образом датирование осуществляется. Окаменелости датируются по породам, а породы датируются по окаменелостям. Частный случай порочного круга – это тафтология. Мы уже с этим словом встречались. Тауто и логос по-гречески – то же самое слово. Это когда мы просто то же самое повторили другими словами. Атомная бомба всегда обладает таким свойством, она всегда попадает точно в эпицентр. Что такое эпицентр? Это место на поверхности Земли, под которым при подземном взрыве, на котором при наземном взрыве или над которым при воздушном взрыве подорвалась атомная бомба. То есть куда она попадет, там и будет эпицентр. Поэтому всегда точно попадает в эпицентр. Как Гагарину повезло, что он полетел в космос именно в день космонавтики? Дата полета Гагарина была установлена как день космонавтики. Земля, как классно, что в мир устроен, что Земля совершает оборот вокруг себя ровно за 24 часа. Какое удобное число 24, вы можете выделить и на 12, и на 6, и на 4, и на 3, и на 2. Исходной единицей измерения времени является сутки, день, оборот Земли вокруг себя. Часы – это производные. Специально люди разделили это время на 24 часа, чтобы удобнее было счислять время. У евреев делилось на две части. День и ночь. Ночь делилось на 4 стражи, а день на 12 часов. Поэтому говорят, что это совпадение, как удачно Земля и точно обращается. Причем, когда, опять же, ученые стали применять радиоизотопное датирование как эталон для времени, то есть обращение планет – это Богом заданный хронометр, по которому мы измеряем время. Как только для измерения времени стал употребляться радиоактивный распад, то есть процесс, который никак не связан с астрономией вообще, время от времени, наверняка вы слышали, что в этом году к суткам добавляется одна секунда. То есть вот такой у нас точный получился хронометр, который гуляет то туда, то туда. Час – это производная единица от измерения времени, равная 1,24 доле от обращения Земли. Ну и, как мы уже говорили, они выжили, потому что были наиболее приспособлены. Наиболее приспособлены – это и есть тот, кто выжил. По каким причинам он выжил, потом мы можем долго рассуждать, но, значит, выживает наиболее приспособленный, сама фраза обозначает «выживает тот, кто выживает». Остальные помирают. Еще одна разновидность порочного круга – это так называемый предвзятый эпитет. Когда я какой-то объект, ему приписываю эпитет, соответствующий тому, что этот объект обладает свойством, которое я хочу доказать. То есть я не доказал, что объект обладает этим свойством, но я его уже наделяю этими эпитетами. Например, этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками человеческими не суть Боги. Согласись, слово «совратил» – довольно эмоционально заряженное слово. Но встает вопрос, совратил Павел этих людей или привел их на путь истинный? Для того, чтобы определить это, нужно знать, то, что он проповедует – это правда или ложь. Если то, что он проповедует – ложь, то действительно он совратил, как большое количество людей. Но если то, что он проповедует – правда, то он, наоборот, их не совратил, а на путь истинный наставил. В то время как те, кто обвиняют Павла, они уже используют такое эмоционально заряженное слово, чтобы человек, который должен рассудить, привлечь на свою сторону. или, как, допустим, первосвященники сказали Пилуату, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал «после трех дней воскресну». Опять же, согласитесь, обманщик – эмоционально заряженное слово, но еще три дня не прошло. То есть, если бы прошло три дня, и он не воскрес, то можно было бы совершенно однозначно применять такое понятие, как обманщик. То есть, нечестный человек, наделять его эпитетом нечестный. Но поскольку трех дней еще не прошло, мы не знаем, обманщик он или нет. Но они уже заранее применяют тот эпитет, который ведет к тому, что они хотят доказать. И поэтому предзятый эпитет тоже является разновидностью порочного круга. Еще одна разновидность порочного круга – это так называемый составной вопрос. Когда в один вопрос, на самом деле, вставлено два вопроса, на один из которых якобы уже получен. Хотя на самом деле это не так. Вот, Руслан, скажи мне, пожалуйста, только честно и без лукавства. Да или нет? Правда ли, что ты больше не сбиваешь свою дочку до полусмерти? Да или нет? Добавление одного слова больше тем самым закладывает в этот вопрос другой вопрос. А избивал ли ты ее раньше? И якобы ответ уже получен и уже положительный. Поэтому ответить да или нет на него больше невозможно. Уже невозможно. Потому что если он скажет да, больше не избиваю, значит, раньше избивал. Если он скажет нет, значит, продолжает избивать. то есть вот это вот составной вопрос, который не позволяет дать однозначного ответа, в этом случае надо просто говорить подраздните, давайте для начала разберемся, с чего взяли, что я этим занимался раньше. Вы больше не угоняете самолеты, да или нет? Вот, тот же самый случай. Вот, значит, в книге Бытия есть две истории сотворения мира. В первой главе книги Бытия и во второй главе книги Бытия. Какую из этих двух взаимоисключающих историй вы считаете истинной? Я добавил слово взаимоисключающих, тем самым вопрос стал составным, то есть я уже, значит, вопрос, а совместимы ли эти две истории, я на них ответил нет. И уже готовый ответ на этот вопрос ставил следующий вопрос. В то время как первая история, она показывает всю историю сотворения непосредственно вообще, общую картину, так сказать, расставляет декорации, вот, а вторая уже более детально рассказывает о сотворении человека. То есть это не взаимоисключающие, а взаимодополняющие истории. Но добавив в это слово взаимоисключающие, я делаю составной вопрос и напрямую на него уже ответить невозможно. И это тоже очень часто используется в качестве логической уловки. Были ли дни творения обычными 24-часовыми днями? Невозможно ответить на этот вопрос. По одной простой причине. Первое, ну, совершенно однозначно они были 24-часовыми, потому что час это одна четвертая часть дня. То есть это определение часа, другого определения часа нет. День является исходной единицей, значит, мы можем предположить, что день может быть длиннее или короче рассуждать, но в этом случае будет длиннее или короче час. Потому что это называется тебе торт порезать на 2 части или на 12. Порезать на 2, 12 мне не съесть. Вот. Точно так же и с этим. Но были ли эти дни обычными? Конечно, они были необычными. Эти были дни сотворения. Мы наблюдаем сейчас только распад и разложение, тление. Вот. Мы время меряем по тлению. Качается батарейка в часах, кончается завод, вода течет вниз, песок сыпется вниз. То есть это все распады, это все процессы распада, процессы в соответствии со вторым началом термодинамики. Мир однажды тлению, и мы иначе времени в состоянии понимать, как старение. Все стареет. Вот. Сколько лет было Адаму в момент его сотворения? Он был только сотворен. Был он новорожденным младенцем или нет? Нет, мы видим, что он был зрелым мужчиной, и когда была ему сотворена жена, совершенно понятно по его реакции, что это была зрелая женщина, хотя она только что появилась. То есть мы не можем наше представление о времени переносить туда не потому, что время другое, а наше представление другое. Мы живем уже в мире отданном греху, уже в мире отданном распаду. И все процессы, если сейчас идут процессы разложения, тогда шли процессы созидания, а время мы меряем по скорости разложения, так что, тогда было отрицательное время, что ли? То есть мы в принципе, то есть говорить, что дни творения были обычными днями, точно так же бессмысленно, как говорить, что они были не 24-часовыми днями. И эти два вопроса, смешанные в один, создают вот этот вот составной вопрос, о котором так много спорят верующие. Ну и самый шикарный составной вопрос, с которым мне когда-либо доводилось иметь дело, это вопрос, который задал нарколог моей жене, когда она сдавала, проходила медосмотр на водительские права, получение водительских прав, это просто шедеврально. Он сказал, помните ли вы случаи, когда напивались до беспамятства? Вот, и если человек говорит да, то значит он помнит такие случаи, если говорит нет, то значит напивался настолько, что даже не помнит. Вот, это точно такой же составной вопрос. Следующая ошибка допущения это неправомерное определение. Помните, когда мы говорили о содержании и объеме понятия. Вот, и неправомерное переопределение это когда мы увеличиваем содержание понятия, то есть сокращаем его объем, потому что понятие не вписывается в то, что мы хотим указать. Христианки не ходят в джинсах. А вот Пелагея Эдуардовна христианка и она ходит в джинсах. Настоящие христианки не ходят в джинсах. То есть образовывается новое понятие настоящие христианки. И критерием настоящая или настоящая христианка становится, что она при этом на себя надела. Вот, понятно, мы добавили еще одно свойство, причем свойство это не джинсы, а настоящесть, которую мы под джинсом определяем. И таким образом мы продолжаем быть уверены в своей правоте в то время, как мы перепределили это понятие. Ни один, на самом деле, как в англоязычной литературе этот ответ ошибки называется «истинный шотландец». Там ни один истинный шотландец, там ни один шотландец, и там уже вариант, там не бьет жену, не ест манную кашу, там любой вариант. И когда указывают на кого-то, кто, значит, это делает, ни один настоящий шотландец этого не делает. Как говорил Шалтай-Болтай у Льюиса Кэрролла, когда я беру слово, оно означает то, что я хочу, не больше и не меньше. Вопрос в том, подчиниться ли оно вам, говорит Алиса. Вопрос в том, кто здесь из нас хозяин. «Ни один ученый не верит в библейское описание сотворения мира». Извините, на сайте Христианского научно-аплогического центра есть прямо список огромных ученых, которые являются основателями науки и верили в библейское описание сотворения мира. Ни один здравомыслящий ученый не верит в библейское описание сотворения мира. И в число нездравомыслящих ученых попадают и Бекон, и Коперник, и Ньютон, и Кеплер, Бойль, Галилей, Паскаль. Посудило, все основатели науки оказываются нездравомыслящими учеными, потому что все они верили в библейское описание. Более того, Ньютон вычислял возраст Вселенной по родословиям книги Бытия. Подгонка критериев. Подгонка критериев – это когда я меняю те признаки, по которым понятия относятся к этой категории. Должны быть именно те признаки, которые будут соответствовать моей точке зрения. Ну, например, приходит человек к врачу и говорит, доктор, я зомби. Я смотрю, как живой, на самом деле я мертв. Хорошо, скажите, мертвые кровоточат? Нет, кровоточат только живые. Доктор берет ланцет, пробивает палец, течет кровь. Ну что, кровь течет, течет. Какой вывод из этого можем сделать? Мертвые кровоточат. Или, допустим, вся Земля покрыта радиотелескопами. Программы сети, так называемые. Search for extraterrestrial intelligence. То есть поиск внеземного разума. Все эти радиотелескопы фиксируют сигналы, которые приходят из космоса, для того, чтобы, если вдруг инопланетяне захотят с нами связаться, мы могли это распознать. Ну, как говорил Оксфорд-хематематик Джон Ленокс, главным доказательством разумности внеземной цивилизации является то, что они с нами не связываются. Радиосигналы приходят из космоса постоянно. И при этом эти ученые, занимающиеся поиском контактов с внеземной цивилизацией, говорят, что на данный момент ни одного сигнала из разумного источника не поступило. Как вы узнаете, что эти сигналы не из разумного источника? Все эти сигналы не содержат кода. То есть наличие кода было бы доказательством, что эти сигналы идут из разумного источника. Если в них нет кода, значит они… То есть может быть сигнал упорядочен. Одно время поначалу даже обрадовались, когда вдруг зарегистрировали равнопериодический сигнал приходящий, сказали, о, наконец-то мы связались. Потом выяснилось, что это сигнал от космического объекта, который получил название пульсар. Пульсар – это звезда с настолько мощным магнитным полем, что свет не может покинуть ее пределов поперек линии магнитного поля, может только со стороны полюсов. А ось вращения перпендикулярна магнитной оси. И поэтому она вращается, и всякий раз, когда она поворачивается к нам полюсом, мы принимаем сигнал. То есть такое мигание. Но при этом это абсолютно не свидетельство о том, что там существует какой-то разум. Как мигание на полицейской машине вам же не говорит, что там разум присутствует. То есть наличие кода было бы доказательством разумного источника. Но вы переходите в лабораторию, где изучают молекулы ДНК, в биологическую лабораторию, где совершенно однозначно все говорят, что молекула ДНК содержит код, она содержит информацию, содержит программу, заложенную туда. И тот же самый ученый говорит, наличие кода в молекуле ДНК не служит доказательством, что она происходит из аромного источника. Воистину, как сказано, называя себя умными, обезумели. То есть молекула ДНК, она содержит информацию не столько же, сколько спираль, то есть это спираль, спирали сами образуются. Извините, вот здесь спираль сверла, ДНК, ДНК итальянца, и ДНК, и человека, работающего по металлу. Разница на самом деле велика, потому что там содержится информация. На самом деле тут нужно просто залезть, почитать в уфологическую литературу. То есть уфологи, которые за неземными цивилизациями следят, они же разработали программы, по которым компьютерные, то есть компьютер обрабатывает всю информацию и сообщает, информация разумная, из разумного источника или нет. Так вот, очень интересно, что в журнале была публикация, они код ДНК пропустили через эту свою программу. Цитата. Земной код, то есть код молекулы ДНК, демонстрирует с высокой точностью упорядоченность, которая удовлетворяет критериям информационного сигнала. Простые компоновки упорядочения кода обнаружат стройные целые из арифметических и идеографических паттернов одного и того же символического языка. Точные и систематичные эти паттерны представляются скорее как продукты точной логики и нетривиального вычисления, нежели стокастических, то есть случайных процессов. Нулевая гипотеза о том, что это, если это случая вместе с эволюцией, отвергается со значением 10 в минус 13 степени. То есть единица 13 нулей после нее. Паттерны, то есть такие повторяющиеся структуры, показывают легко распознаваемые печати искусственности, среди которых символ нуля, ноль был придуман гораздо позже в человеческой математике, как вы знаете. Революция в математике была, арабы алгебру создали, алджибраил, значит, ученые. И ключевым изобретением было изобретение нуля. Так вот, паттерны показывают, значит, легко распознаваемые печати искусственности, среди которых символ нуля, привилегированный десятичный синтакс и семантические симметрии. Кроме того, эстракция сигнала, включая в себя логически прямолинейные, но вместе с тем абстрактные операции, что делают эти паттерны существенно несоводимыми к естественному происхождению. Вы понимаете, тут слишком много терминов, но самое главное, понимаете, то есть программа людей, которые принимают сигналы из космоса, показывает, что в принципе этот сигнал, который записан, код, который записан в ДНК программа, не может возникнуть случайно. Оно имеет все признаки разумного источника. Особое условие, ошибка, следующая ошибка допущения, это изменение критериев с целью показать неприменимость правил. То есть есть какие-то правила, я меняю критерии, чтобы было видно, что правила не применимы к данной ситуации. Ну, например, в сказке Экзюпери «Маленький принц». Маленький принц прилетает на планету, где живет король, который говорит, я абсолютный монарх, и никакого неповиновения не потерплю, и даже во вселенной мне все повинуется. И звезды вам помянуются, спросил маленький принц. Ну, конечно, отвечал король. Звезды повинуются мгновенно, я не потерплю непослушания. Мне бы хотелось поглядеть на заход солнца. Пожалуйста, сделайте милость, повелите солнце закатиться. Будет тебе заход солнца. Я потребую, чтобы солнце зашло, но сперва дождусь благоприятных условий. И в этом состоит мудрость правителя. То есть, я сделаю все, что надо, только для этого нужны особые условия. У меня есть духовный дар. Я умею восхорошать мертвых. Я восхрешу любого покойника. Но есть одно условие. Никто из присутствующих не должен сомневаться в моем даре. И если покойник не воскреснет, значит, кто-то из присутствующих сомневался. То есть, эти особые условия невыполнимые, естественно, делают само мое заявление бессмысленным. Близко к нему такое понятие, как невыполнимые условия. Когда в условия включен заведомо невыполнимый элемент. Доказать, верили или не верили присутствующие, невозможно. Но иногда, если включен элемент, который в принципе невыполним, то, естественно, любая поставленная задача автоматически становится невыполнимой. Как у поэта сказано в поэме о Федоте Стрельце, «Исхитрись ко мне добыть то, чего не может быть». Запиши себе название, чтобы в спешке не забыть. Существует такой классический парадокс в греческой философии, логике, направление целое было. Так называемый парадокс Ивату. То есть, некто Иватл попросил у Протагора быть его учителем в юридическом деле, в софистике. То есть, софистика – это было, собственно, то, что мы сегодня называем адвокатура. Обучить его этому делу и при этом обещал, что он заплатит за обучение при случае, если выиграет свое первое дело. Протагор обучил Иватла, и Иватл не стал заниматься судебной практикой вообще. И, соответственно, не стал платить. И тогда Протагор говорит, я тебя заставлю платить по суду. Он говорит, ни в коем случае не заставишь, потому что, если я выиграю свое, ты против меня будешь судиться. И если я выиграю, то я по решению суда платить тебе не буду. А если я проиграю, я тебе не буду платить, потому что я проиграл, я должен буду платить, если выиграю первое дело. Но что Протагор говорит Иватлу, нет, если ты выиграешь дело, ты должен заплатить, потому что ты выиграл дело по договору нашему. А если проиграешь это дело, ты должен будешь заплатить по решению суда. То есть это заведомо невыполнимое условие, которое, как ни крути, все равно приходит в конфликт. И на самом деле огромное количество уже даже 20 века философских работ посвящено парадоксу Иватлу. Даже Бертон Рассел в общем-то пытался как-то выкрутиться из этого парадокса. Или другой пример это Бродобрей Рассел. Тот же самый Бертон Рассел выдвинул такую идею. Ну представьте себе, вы по особой программе попадаете в школу Бродобреев, супер дорогую и прочую, но вас обучают там бесплатно с одним условием, что по окончании школы вы поедете по распределению, отработаете там месяц или два месяца в том месте, куда вас направят в соответствии с контрактом. Вот вы бесплатно учитесь, овладели искусством Бродобрея, все это время прекрасно питались, в хороших условиях жили и вас посылают. А если вы не выполните условий контракта, то вы должны будете заплатить огромные деньги за свое обучение. Все вроде справедливо. И вы поедете туда, подписываете контракт и в контракте написано, что живя в этом поселке, вы обязаны брить тех и только тех, кто не бреется сам. И встает вопрос, вы себя брить будете или нет? Если по условию контракта вы имеете право брить только тех, кто не бреется сам. Вы сами не бреетесь, значит, вы себя должны брить. Но если вы себя бреете, то вы бреетесь сами. И таким образом сам контракт уже содержит вот это невыполнимое условие. Поэтому, когда вы подписываете какие-то контракты, очень внимательно читайте, что там мелким шрифтом внизу написано. Зачастую, вот эти самые важные вещи написаны, то, что вас привлекает, будет написано крупно и на первой странице. А где-то в середине и мелким шрифтом будут написаны вот такие хитрые вещи, по которым ваше страхование будет вам оплачивать вам страховку или работодатель может в любой момент вас уволить и так далее. То есть, закладывается заведомо невыполнимое условие. Или классический пример это в повести Джозефа Хеллера «Уловка-22». Классическое произведение в 61-м году было написано. На самом деле, буквально пару лет назад вышла прекрасная экранизация новая этой повести, этого мини-сериал Джордж Клуни снял, ну просто шикарно снял эту «Уловку-22». Это про армянского летчика в американской армии во время Второй мировой войны. И он уже налетал необходимое количество часов, сделал необходимое количество вылетов для того, чтобы уволиться в запас и поехать домой, но постоянно ему набавляют количество необходимых вылетов. И у него одна мечта только убежать из этого пекла, убежать из этого ада, поехать домой, но он, вот вся эта история, это он пытается оттуда сбежать. И вдруг выясняется, что одна из возможностей пойти в запас это уволиться, потому что он сошел с ума. То есть безумие это повод для увольнения в запас. Но для этого нужно подать рапорт. И в рапорте нужно указать причину, на основании которой ты хочешь уволиться в запас, а человек, который рапортует о своем безумии, по пределению не безумен. Вот. И вот это вот, именно вот это положение, 22-ой пункт в контракте называется уловка 22. так что внимательно читайте параграфы договора, которые написаны мелким шрифтом. Ложная альтернатива. Ложная альтернатива это когда вам говорят, что существует только две взаимоисключающие возможности, хотя возможности оказывается больше. Да, бывают ситуации, когда их только две. Грешный или праведный? Тут вариантов не может быть. Знаете, была детская футболочка продавалась с надписью 95% ангел. Вот. И мы понимаем комичность этого заявления, потому что опять же невозможно быть ангелом на 95%. Вот. Невозможно быть честным на 95%. Если я говорю, что я с вами на 99% честен, значит я знаю, где я вас обманываю. Я свой процент, если я говорю, что я с вами на 99% бескорыстен, это значит, что я уже вычислил свою выгоду и в курсе этого, и так далее. То есть, когда речь идет об абсолютных категориях, тут никаких вариантов быть не может. Но есть огромное количество относительных категорий, где вариантов более чем два. Но если при этом вам говорят, что есть только два варианта, сделайте свой выбор. Причем, как правило, это в рекламных компаниях, в телефонные мошенники. мы звоним из системы безопасности банка, ваши карточки были подвергнуты атаке, нужно срочно их защитить, пожалуйста, сообщите свой CVV-код, чтобы мы их заблокировали. Только прямо сейчас. вам не дают выбора, если вы поддаетесь панике и начинаете это быстрее, то вы сдаете им все свои данные, карточки, и потом удивляетесь, куда делись все данные. И ваши карточки таки подверглись атаке. И уже бесполезно обращаться в полицию, потому что вы сами все рассказали. Совершенно добровольно. Мы читаем книги Иисуса Навина. Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул и видит, вот стоит перед ним человек, и в руки его обнаженный меч. Иисус подсокнем и сказал, за нас ты или за неприятелей наших. Тот говорит, нет. То есть Иисус видит несовместимые два варианта. Либо этот человек за нас, либо за наших врагов. Условия боевых действий. Посреди вдруг он выходит на нейтральную территорию и там видит полностью вооруженного человека. Свой-чужой это моментальный вопрос, который надо решать. За нас или за супостат наших. Тот отвечает, нет. я вождь воинства Господня. То есть, оказывается, что вариантов более, чем два. Как я уже сказал, для абсолютных категорий истина, жизнь, целомудрие, честность, бескорыстие более, чем одной альтернативы быть не может. Но в повседневной жизни мы часто сталкиваемся с ситуациями, в которых не следует сводить двум крайностям. Например, мы читаем от Луки 9, 51-56. Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников перед лицем своим, и они пошли и вошли в селение Самарианское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим, видя то ученики его, Иаков и Иоанн, сыны Громовы, сказали, Господи, хочешь ли, скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илья сделал. Но он, обратившись к ним, запретил им, сказал, не знаете, какого вы духа, ибо сын человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. И пошли в другое селение. Есть два варианта, либо они нас примут, либо мы их уничтожим. Нет, еще вариант, пойдем в другое селение. Потому что Царство Божие не распространяется через принуждение. Они, люди горячие, видят только лишь две альтернативы, только крайности. В то время, как вариантов более чем два. Или вариант, когда привели к Иисусу женщину, которую застали в прелюбодянии. Что нужно нарушить, государственный закон или закон Моисеев? То есть ее застали в прелюбодеянии. По закону Моисееву нужно побить камнями. По закону государственному, если в суде нет римского гражданина, то смертная казнь не может быть вынесена без одобрения римскими властями. То есть местный суд может решать любые вопросы, кроме смертной казни, за исключением случая, когда в суде есть римский гражданин. И встает вопрос, по закону Моисеева надо убить, по закону государственному убивать нельзя. Иисус как бы поставил между двумя крайностями, между двумя альтернативами и безвыигрышная ситуация. Ситуация, конечно, безвыигрышная, если есть только эти две альтернативы. Но при побивании камнями при казни по закону Моисееву первый камень должен бросить свидетель. Потому что по закону Моисееву, если свидетельство ложное, то свидетелю будет полагаться то, что было бы человеку, которому он клеветал, даже если того человека не тронули и оправдали, свидетелю за ложное свидетельство полагается это. То есть бросая первый камень свидетель тем самым показывает, что он берет на себя за это ответственность. Если свидетеля нет, а судя по всему свидетеля нет, просто привлокли, то ответственность должен взять на себя тот, кто является старшим по положению в обществе. Например, начальник синагоги или человек уполномоченный для этих вопросов. А если нет старшего по положению, то должен взять на себя ответственность и бросить первый камень старший по возрасту. Тогда он является, если нет свидетеля, обвинителем является вся община. И как вид того, что община является обвинителем, старший по возрасту является олицетворением всей общины бросает первый камень. И сказано, Иисус сказал, кто без греха, пусть первый бросит на него камень. И Иоанн очень четко говорит, и разошлись они по одному, начиная с самых старших и заканчивая младшими. То есть они хотели Иисуса подставить, а Иисус говорит, хорошо, давайте по закону действовать. Кто самый старший вперед? А ситуация явно неоднозначная, чем старший видит, сейчас теперь все это на его голову. Он бочком бочком ушел. Тот, кто после него чуть помладше. Получается, что он теперь подставлен. Он ушел. И так они по одному ушли, все ушли. И в конце концов не осталось ни одного. И Иисус говорит, где твои обвинители? Она говорит, нет ни одного. И Иисус говорит, и я не обвиняю тебя. Он не говорит, что ты сделала правильно, но он говорит, но я по закону не имею права тебя обвинить. Нет, ни свидетелей, ни прочее. Так что иди, но впредь не греши. Я, Иисус говорит, пришел не нарушить закон, а исполнить. И в этой ситуации он полностью поступает по закону, в то время, как люди, предлагая крайности, пытаются, нарушить либо государственные законы будешь отвечать перед прокуратором, либо нарушить закон Моисеев будешь отвечать перед священниками. Вопрос на логику. Почему в свете того, что мы с вами сейчас только что разобрали, для того, чтобы распять, чтобы казнить Иисуса, понадобилось одобрение Пилата, а для того, чтобы оказнить Стефана, можно было без одобрения римских властей. Почему для казни Стефана одобрение римских властей не понадобилось? Совершенно верно. Помните, что не может суд вносить смертного приговора, если в составе суда нет римских граждан? Вот, по-видимому, Синедрион захотел себя обезопасить от подобных ситуаций, как была с Иисусом, и очень быстро молодого, но римского гражданина ввели в состав Синедриона. Помните, Павел говорил, что я подавал голос, то есть он обладал правом голоса в парламенте. И когда побивали Стефанова, то, что складывали камни, побивающие у ног савла, это не то, что, а ну-ка, мальчик, подержи мой пиджачок, чтобы мне тут размяться, боже, было. Он был, он руководил этой казнью, то есть то, что они складывали свои одежды у ног, это то, что он на себя берет ответственность за эту кровь. Если это кровь невинная, то кровь будет на его голове. И он потом неоднократно в своих посланиях об этом пишет. Следующая ошибка допущения – это подмена обусловленного безусловным. То есть, когда что-то есть при наличии условия, а мы говорим, что оно ни от каких условий не зависит. Как, например, отец говорит сыну, если закончишь только лишь с хорошими оценками, я куплю тебе велосипед к летним каникулам. Сын приходит, говорит, папа, ты обещал мне к летним каникулам купить велосипед. Но покажи мне свой отестат, какие у тебя оценки. Папа, давай не будем лукавить. Ты обещал мне к летним каникулам велосипед купить? Вот лето наступило, покупай мне велосипед. То есть, обещание было дано с условием. Сын же требует так, как будто бы это обещание было безусловным. Пример из Писания. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему, если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано ангелом своим заповедует и тебе и на руках понесут тебя, да не перкнешься ногою твоею. Класс! Есть обещание от Бога айда кататься на ангелах. И цитируется слово Божье. Слово Божье истина 90-й Псалом. Какие вопросы? Идем кататься, есть обещание от Бога. Но обещание это дано с условием. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Человек, который соответствует этому условию, искушать Бога не будет. то есть обетование сказано в Писании, но сказано при условии, исходное условие всего 90-го Псалма. Совершенно верно. А сатана это выдергивает из контекста, как будто бы никакого условия нет. Есть Бог и обещано, Бог тебе обязан. Тот, кто соответствует вот этому условию, живущим под кровью и Вышнего, который говорит Господу прибежище моя, защита моя, на которую уповаю, тот не будет нарушать Божьи заповеди. А Божья заповедь в 2 законе 6.16 не скушайте Господа Бога вашего. И именно на эту заповедь указывает Иисус. То есть не может слово Божье противоречить саму себе. Если какой-то текст слова Божьего якобы противоречит, значит он взят либо не из контекста, либо вне условия, либо подменяется там какое-то понятие. Следующая ошибка допущения это подмена возможного вероятным. Возможного много. Бывают случайные события тоже происходят. Но то, что оно возможно, вовсе не значит, что оно вероятно. Есть такое выражение «Заслышав цокот копыт, не стоит тут же думать о зебре». То есть возможно, что мимо проходит зебра сейчас? Возможно, это не исключено, там из зоопарка сбежала, или тут решили кумысом студентов поить от зебры и завели одну. Но насколько это вероятно? Вероятность этого крайне мала. И мы значит возможное подменяем вероятным. Существует такой принцип в науке называется бритва Акама. Один из основателей научного метода Акам выдвинул такое положение, что не следует умножать сущности сверхнеобходимого. То есть если два разных объяснения можно дать какому-то событию, то верно скорее всего то, которое из них проще. То есть то, которое требует меньше допущений. В конечном итоге любой факт может совместить с любой теорией при достаточном количестве дополнительных допущений. Но когда теория не верна, в ней продолжают наставить, как допустим, теория эволюции, то ее как подпорками подпирают дополнительными допущениями. Уже одни сплошные подпорки, за которыми самой теории не видно. если можно гораздо проще объяснить без всех этих допущений, то то объяснение, которое проще, скорее всего является истинным. Другой стороной бритва Кама является то, что потом было названо бритвой Хенлона уже в конце 20 века. Никогда не приписывайте злому умыслу то, что вполне можно объяснить глупостью. То есть любые теории заговора строятся на том, что существует некий мировой заговор, который все сионских мудрецов, масонов, внеземной цивилизации или прочее, которые заставляют все идти плохо. Все идет плохо, потому что люди грешны. И мировой заговор существует, но он не человеческого ума. Сатана будет использовать человеческие слабости для того, чтобы крутить этим. То есть всегда из всех вариантов будет исполняться худший не потому, что существует мировой заговор, а потому, что существует греховная природа человека. Делая какой-либо логический вывод, следует знать, является он необходимым, вероятным или всего лишь возможным. Как говорится, миром правит не тайная ложа, а явная лажа. Следующая ошибка подмена вероятного необходимым. То есть то, что что-то вероятно, то есть у нас была возможного вероятного подмена, теперь следующая ошибка подмена вероятного необходимым. То есть то, что что-то вероятно, опять же не значит, что оно и было. Оно могло быть, но это было оно или нет, не факт. То есть все, допустим, теории математические большого взрыва. Описывают, как оно могло бы быть. Но было оно так или никто не знает, потому что это никто не наблюдал. Любые научные рассуждения о том, что было когда-то в прошлом, они подобны тому, как мы на трассе меряем скорость, которую проехала машина. Мы зафиксировали научный факт. Мимо нас проехала машина в такое-то время с такой-то скоростью. И теперь на основании этого научного факта можем посчитать, как далеко от нас эта машина была 10 миллионов лет тому назад. Вычисления будут абсолютно точны, но наукой это уже не является, потому что мы не знаем, всегда ли машина ехала с одинаковой скоростью, всегда ли она ехала или останавливалась иногда, всегда ли она ехала по прямой, была ли эта машина 10 миллионов лет тому назад, было ли 10 миллионов лет. Мы этого не знали, мы не знаем, это уже не наука. Мы лишь говорим о том, как могло бы быть, но было оно или нет, мы не знаем. Точно так же с теорией Большого Взрыва, а самое главное, ни одна теория Большого Взрыва. Всегда все теории Большого Взрыва, во-первых, их много, и это свидетельствует в том, что ни одна из них не является хорошей, такой, чтобы остальные. Вот есть одна хорошая теория вероятности, она многим не нравится. Постоянно проводятся исследования для ее уточнения, для ее опровержения и прочее, но никаких альтернативных теорий относительности не существует, потому что у нее есть проблемы, у нее есть парадоксы, которые она ведет. Но она хорошая теория, поэтому других нет, и она либо правильная, либо неправильная. То, что много теорий Большого Взрыва, значит, что ни одна из них не является совершенно хорошей, но ни одна из них не говорит, что взорвалось и почему взорвалось. Они рассказывают, что было в первые миллисекунды, что было в первые миллисекунды, наносекунды и прочее, но на самом деле не было, а могло бы быть. А во-вторых, стоит вопрос, что взорвалось и почему, это все равно остается за пределами исследования. И мы не должны подменять вероятное необходимо. Мы уже говорили о том, является ли пустая гробница доказательством воскресения Иисуса. То есть вероятность такая есть. Пусть малая, ничтожная, но маловероятное событие тоже происходит. Но сама по себе пустая гробница, она не свидетельствует о том, что так и было. Пустой гробницей могут быть и другие объяснения. Ну или реально я слушал не одну проповедь, когда, с одной стороны, выдвигался правильный тезис, что Иисус всегда обращался к бездоленным, грешным, самым падшим людям этого мира, которыми никто не общался, и приводил пример, вы приводили в пример общение Иисуса с самарянкой у колодца. Вот грешница, самарянка, значит, которой никто общаться не хочет, Иисус с нею общался. Читаем, что написано в Евангелии Таана, 4 глава, 17-18 стих. Женщина сказала в ответ, у меня нет мужа. Иисус говорит ей, правда ты сказал, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, который ты ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала. Грешница эта женщина, грешница. Блудница она? Нет, она не блудница. У нее было пять мужей, официально, юридически. То есть, либо, мы ж не знаем, может быть, она пять раз пережила официальный развод. Мужья ей дали разводное письмо в соответствии с законом, и она была свободна. Может быть, она пять раз овдовела, как вот в той задачке, которую садуке заказывали. И сейчас она не блудница, у нее есть постоянный сожитель, постоянный партнер, который на себя не берет ответственность. Потому что мы же понимаем, что это патриархальная культура. И будет женщина, которую берет мужчина его женой или наложницей, решает сам мужчина. Может, у него уже есть жена, у которой есть дети, которые он не хочет, чтобы они наследство с кем-то еще делили. И поэтому, взяв ее себе, он ее не делает официальной женой, а делает наложницей. Вот, это тоже не ее в этом вина. То есть, Иисус, да, общался с грешниками, все люди грешны. Да, Иисус общался с отбросами общества, из-за этого его обвиняли. Но этот пример к этому никакого отношения не имеет. Мы не знаем о ней реально, значит, в те истории, но мы знаем, что она была официально замужем пять раз. И сейчас у нее тоже постоянный партнер. Кстати, как вы думаете, была ли Руфь первой женой Ваоза? Скорее всего нет. То есть, он уже был человек в возрасте, человек богатый, человек с хозяйством и прочее. То есть, он ее был обязан взять как родственник. Она была согласна пойти к нему в наложницах. Вот, но он сказал, извини, меня этот вариант устраивает, я беру тебя в жены. Я хочу, чтобы твои дети были официально моими детьми. Вот, но тогда, чтобы ненарушен был закон, то есть, наложниц он мог ее взять в любом случае. Но тогда, чтобы был ненарушен закон, так называемого ливератного брака, то, значит, по ливератному браку должен взять овдовевшую жену, ближайшие из родственников. А есть родственники, которые ближе, чем я. Вот, но родственник, который ближе, чем я, взяв ее, при этом, значит, должен понимать, что потомок будет официально не его потомком, а потомком его бывшего мужа. То есть, вопрос в том, кто наследует землю, которая ей принадлежит. И когда Ваос говорит, что вот тут вот есть кусок земли, можно взять. Ближайшие из родственников говорят, отлично, я беру. Говорят, ну есть но, ты этот кусок земли будешь возделать, но дети твоего не получат, потому что он идет с нагрузкой. Нагрузку ты должен взять жену себе, ну вот, и ее землю унаследуют те дети, которые будут у нее от тебя. А нет, тогда, значит, обозначки и перепрятки, такое, говорят, меня не устраивает. Вот, тогда официально все, снимаешь сапог, по закону Моисееву, вот, снимаешь сапог, получаешь плевок в лицо, и, значит, это самое, и свободен от своих обязательств. И Ваос берет ее, вот, поступая полностью по закону Моисееву. Опасность, когда мы подменяем, вероятно, необходимым, это вот такое благочестие друзей Иова. Помните, к Иову приходят друзья, благочестивые, сострадающие ему, сидят, молчат, все хорошо, потом начинают говорить, ну, у тебя же не все в порядке. Ну, наверняка у тебя где-то что-то там, какой-то скелет в шкафу. Ведь, ну, смотри, когда ты хороший мальчик, тебе дают конфетку. Когда ты плохой мальчик, тебя ставят в угол. Ты стоишь в углу. Значит, ты плохой мальчик. И он говорит, ничего подобного. Когда я хороший мальчик, мне дают конфетку. Когда я плохой мальчик, меня ставят в угол. Я стою в углу, я стою в углу несправедливо, потому что я хороший мальчик. То есть, они идут, ну, подожди. То есть, вероятность же есть. Вот они подменяют вероятное необходимым. Раз ты наказан, значит, с тобой что-то не то. Эта дискуссия длится. И пока люди вот это базарят между собой, Бог молчит. И только когда они замолчали, начал говорить Бог. И выясняется, что вопрос-то не в том, хороший ли мальчик плохой. Иов думает, что ему уже вынесен вердикт Богом. И что вердикт ему вынесен обвинительный. И он заявляет, что это вердикт несправедливый. А апелляцию подавать некому. Кому уже подавать апелляцию на Бога? Нет высшей инстанции. А мы-то с вами знаем, что Иову действительно вынесен вердикт. Вынесен самим Богом еще в самом начале книги. Но не обвинительный и оправдательный. В самом начале Бог сказал, что он человек праведный, и другого такого нет. Но Иов этого не знает. Вопрос-то в том, что сатана начинает говорить. А даром ли богобоязнен Иов? Ты думаешь, Иов любит тебя, а на самом деле он любит то, что ты ему даешь. И проблема не в том, что Бог усомнился в Иове. А в том, что Иов может усомниться в Иове. Иов начнет сатана, который нашептывает Богу. Одно из имен сатаны, нашептывающий на арабском языке. Он точно так же может нашептать Иову. Что давай, цени все, что тебе Бог дает. Зачем тебе нужен сам Бог, главное, что он тебе дает. И перед Иовом встает вопрос, что для меня ценнее, Бог или то, что ты от Бога получил. Если вы помните, там еще один персонаж, жена Иова, который этот вопрос решает сразу и однозначно. Ценно то, что ты от Бога имеешь. Раз он тебе больше этого не дает, то тебе такой Бог не нужен. Иов, покляни его и умри. Иов же, у него один лишь вопрос, оставил его Бог или нет. И когда Бог начинает, Иов хамит Богу. Он взывает надежды, провоцирует Бога. Ну, ответь же мне. Но пока люди говорят, Бог молчит. Когда люди замолчали, Бог говорит, и Бог ведь не отвечает Иову. Он не ответил ни на один вопрос Иову, он наоборот говорит, ты кто такой? И он говорит, ура, Бог мне ответил. То есть, он все еще сидит на том же самом гнаищене, навозной куче, скребет все же самые раны тем же самым черепком, но он знает Бог с ним. А раз Бог с ним, то его страдания не могут быть бессмысленными, даже если он не знает смысла в них. Что касается благочестия друзей Иова, то они как раз впадают в эту ошибку. Подмена вероятного необходимого. Если с тобой случилось, вероятно же, что ты что-то сделал, и это наказание от Бога. Вероятно. Значит, так оно и есть. Но апостол Павел пишет, 1 Коринфянам, 8 глава, 2 стих, 13 глава, 9 стих. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должен знать. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Следующая смежная с этим ошибка, допущение, это подмена относительного абсолютным. Мы говорили, что есть абсолютные категории, которые не бывают больше или меньше, а бывают относительные. Успеваемость в школе. Бывает, может быть, больше, может быть, меньше. Это относительная категория. Честность студентов. Это абсолютная категория. Студентов, не успевающих, за неуспеваемость, как можно дольше не отчисляют, давая им возможность подтянуться. Студентов, которые нечестные, которые списывают, которые, значит, коррупционную схему развивают, при обнаружении отчисляют. Потому что честность – это абсолютная категория, успеваемость – относительная категория. Будьте святы, потому что я свят, говорит Господь. Святость – это абсолютная категория. Само слово «святой» обозначает «иной». Мы чаще всего переводим как «отделенный», но у нас неправильное понимание. Отделенный имеется в виду там замкнутый, значит, в сторону убранный и прочее. Выделенный среди других, отличающийся от других. Вот я буду сказать, пожалуйста, на этот стул никто не садитесь, я туда буду ставить свой портфель. Я, вот если говорить библейским языком, осветил этот стул. Он стоит на том же самом месте, никуда не движется. Его свойства никак не изменились физически, но теперь это святой стул, в том смысле, что у него другое предназначение. Будьте святы, потому что я свят, это значит, будьте иными, потому что я иной. Бог свят, свят, свят. В мире нет ничего подобного его творцу. И вы будьте иными, не похожими на весь остальной мир, потому что я свят. С другой стороны, есть другое требование. Ивангелие от Матфея. Будьте совершенны, как совершенен, Отец ваш Небесный. Это абсолютное требование, или относительное? Может ли человек абсолютно быть совершенен, как совершенен Бог? Нет, но дело в том, что если мы не видим разницы, то, возможно, проблема, я реально имел дело с человеком, который довел себя до депрессии, самым благочестивым человеком, который довел себя до депрессии, пытаясь исполнить это повеление, будьте совершенны, как совершение, Отец ваш Небесный, не вкладывая в него понятия, будьте святы, потому что я свят. То есть он не видел разницы между абсолютным и относительным. Этот текст, будьте совершенны, как совершенны, как совершенны, как совершенны, как совершенны, мы же его берем, мы его вырвали из контекста. Речь-то идет не об абсолютной совершенности, как совершенства Бога, а вполне конкретном совершенстве. Это 5 глава. Иванович от Матфея, 44 по 48 стих. Я говорю ему, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будьте с нами отца вашего небесного, ибо он повелевает солнцу своему восходить над злыми и над добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных, и так будьте совершенны, как совершенны отец ваш небесный. То есть речь о совершенно конкретном совершенстве, о нелицеприятии. Вот ваш отец небесный нелицеприятен, и вы должны быть нелицеприятны. То есть Иисус не ставит невыполнимого требования, будьте абсолютно безупречны, как Бог. И поэтому мы не должны... То есть это требование относительное, и если мы его подменяем абсолютным, то мы тем самым сами себе ставим невыполнимые условия. У нас есть такая мода, вешать таблички в разных местах с цитатами из Библии, зачастую не понимая, что контекст того, где повесили табличку, может полностью менять смысл таблички. Особенно меня умиляют таблички в туалетах с библейскими цитатами. Но это реально, если бы это не было явлением, когда у меня у одного знакомого в свое время, в 90-е годы, были календари цветные, красивые, с цитатами. И вот листы из этих календарей вырывались и вешались, по всей квартире развешивались, и в туалете у меня на двери, значит, с внутренней стороны, висела очи Господни всегда на мне. Согласитесь, это самое лучшее место, где, значит, вот, аналогично, значит, буквально недавно в одной миссии я был, где очень крохотный туалетик, в который, прошу прощения за детали, приходится входить спиной вперед, потому что развернуться там невозможно. Но внутри табличка, где двое или трое собрались во имя мое, там я между ними. Я говорю, как тут двое или трое могут собраться в таком тесном помещении? Так вот, в одной миссии за рубежом все хорошо оформлено, там столик туалетный стоит, цветочки и прочее, и табличка «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Вот эта вот фраза «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» – это абсолютное утверждение или относительное? Действительно ли я могу все? Или речь идет о том, что я могу все перенести, любые невзгоды? Нужно смотреть контекст. «Умею жить в скудости, умею жить в изобилии, научился зимой всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Это абсолютное утверждение или относительное? Это относительное утверждение. Если мы его выдергиваем из контекста, мы его превращаем в абсолютное утверждение, которое становится бессмысленным даже самому по себе, тем более бессмысленно, если в туалете у него проблемы с пищеварением, ему нужно укрепление, и поэтому вешается там такая табличка. То есть подмена относительно абсолютной тоже довольно частая ошибка, которую мы делаем как в повседневной жизни, так и в своем богословии. Следующая ошибка допущения, с которой мы познакомимся, это мнимое следование. Понятно, что события, как правило, между собой бывают связаны, и эта связь называют причинно-следственной связью, и причина всегда предшествует следованию, следствию. Но всякое ли событие, которое было перед вторым событием, является его причиной? Вовсе не обязательно. То есть они могут быть между собой не связаны, просто одно наступило раньше, другое наступило позже. Рассказывают историю, когда молодой студент влюбился в свою однокурсницу, признался ей в любви, она сказала, я из ортодоксальной иудейской семьи, и моя семья не позволит мне выйти замуж за необрезанного. Ну, мальчик очень любил девушку эту, и думал, что же можно по этому поводу сделать. И он к другому своему однокурснику, тоже еврею, как-то, значит, во время перерыва подошел и сказал, слушай, а тебе делали обрезание? Он говорит, ну, конечно, делали. А это больно? Он говорит, ну, я вообще-то не помню, у меня было всего восемь дней от роду, но я знаю, что я после этого еще год не мог ходить. То есть, вот это пример того, что предшествующее событие вовсе не является причиной последующего. Или, например, очень часто, что вот, а если бы Иуда не предал Иисуса? Что вот распятие Иисуса стало, причиной распятия Иисуса стало предательство Иуда Искариота. Ну, понятно, что человеческое рассуждение вполне к этому подходит. Вы знаете, в мюзикле Вебера «Иисус Христос – супер-жезда» есть хор апостолов такой «Ах, если бы мы могли начать сначала». Что вот так же все хорошо шло. И вот из-за какой-то глупости, из-за одного какого-то, значит, ненадежного человека вот все рухнуло. «Ах, если бы мы могли начать сначала». Но Писание нам однозначно говорит, что так было предусмотрено Богом. Христос был распят, как Деяние 2, 23, по определенному совету и предведению Божьему. То есть, как сотворению человека предшествовал совет Божий, так и вопросу жертвы Христовой предшествовал совет. Собственно, наверняка вы помните изображение иконы Андрея Рублева «Троица», которые изображают, собственно, вот этот предвечный совет, где Отец, Сын и Дух Святой вместе решают пойти на вот эту жертву. И Бог, Сын принимает решение, Бог, Отец его на это благословляет, Бог, Дух его утешает в этом деле. И в Евангелии от Марка 4, 21, сам Христос говорит, «Сын человеческий идет, как написано о нем, но горе тому человеку, который Сын человеческий предается, лучше было бы тому человеку не родиться. То есть, человеку, который это делает, горе, лучше было бы не родиться, но Сын человеческий идет, как написано о нем. Это все было предсказано, это все было, то есть, никаких случайностей здесь нет». В пропаганде очень часто такое можно было слышать, благодаря Великой Октябрьской революции человек полетел в космос. Вообще-то казалось, что он полетел в космос благодаря техническому прогрессу, который никак не связан с политическими движениями. Благодаря чему человек полетел в космос в странах, где Октябрьской революции не было, спрашивается. Но пропагандистский этот лозунг вполне проходил. Я не могу найти, из какой именно это газеты и за какой год, но вырезка из одной дореволюционной газеты. Статья называется «Вопросы питания». Вчера наш сотрудник П.Б. Струве был свидетелем ужасного случая смерти от употребления в пищу конины. Покойный, молодой человек, довольно приятной наружности, с открытым честным лицом, проходя по лиговке, спер у торговки четыре конинных котлеты, засунув их в рот и бросился бежать. Возмущенные граждане догнали покойного и долго били его по открытому честному лицу, после чего покойный внезапно скончался. Мы уже писали неоднократно о вредном влиянии конины на человеческий организм. Может быть, этот трагический случай заставит вас одуматься. Но единственное, что можно понять, что это и питерская газета, потому что упоминается Лиговский проспект. Но, опять же, это та самая, здесь с комической целью, но использована та же самая ошибка потом, значит, по этому. Следующая, похожая на нее неформальная логическая ошибка, это не мнимое следование, а мнимое последствие. Его еще называют скользкая дорожка. Вот если произойдет это, то потом обязательно произойдет то-то и то-то. То есть утверждается, что признание позиции вашего оппонента ведет к пагубным последствиям, независимо от условий. Стоит разрешить христианкам появляться где-либо в джинсах, и со временем вам придется венчать в церкви однополые пары. Ну, конечно, при большом уровне воображения можно придумать сценарий, в котором одно может привести к другому. Но прямой связи здесь в этом совершенно нет никакой. Или, допустим, из книги Дняния апостольских «Бунт в Эфесе». Этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делами руками человеческими не суть боги. А это угрожает тем, что не только наше ремесло изготовления сувениров придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить. То есть, если люди не будут покупать сувениров, то ничего не будет значить храм. Но более того, не спрогрегнется величие той, которую почитает вся Ася. Да ладно, что там Ася? Вся Вселенная. То есть, опять же, скользкая дорожка, значит, стоит только разрешить ему проповедовать так, чтобы не продавались сувениры, как просто рухнет вся Вселенная и не звернется нормальное положение вещей. А подмена причины корреляции. Исследование показывает, что употребление в пищу свинины в сочетании с алкоголем сокращает риск стать исламским террористом на 100%. Понятно, что эти две вещи связаны, потому что правоверный мусульманин не употребляет свинину и не употребляет вино, по крайней мере. Хотя я был знаком с одним мусульманином, который пил по-черному, и при этом он заявлял, что в Коране написано, что вино пить нельзя, а про водку, про виски там ничего не сказано. Но так или иначе, реально правоверный мусульманин, во всяком случае, фундаменталист, алкоголевый употреблять не будет, и тем более есть свинину. И таким образом, ни один исламский террорист этим не отличается. Но это лишь корреляция. То есть связанные между собой вещи, но не являющиеся при этом, не связанные при этом причиной следственной связи. Или мы знаем, что за последние 300 лет средняя температура на Земле постоянно увеличивается. Слышали такое понятие, как глобальное потепление? Мы можем долго спорить о его причинах и способах борьбы. Во всяком случае, самый любимый сегодня способ борьбы – это увеличение налогов и ограничение прав налогоплательщиков. Как это повлияет на интенсивность солнечного излучения, я никак не знаю, как геофизик. Но так или иначе, мы знаем, что действительно постоянно увеличивается. А за это же время экспоненциально, то есть все быстрее и быстрее, увеличивается потребление информации. Из чего можем сделать вывод? Потребление информации зависит от температуры окружающей среды. Чем теплее, тем больше информации люди потребляют. Также можно услышать формулировку, что в странах с наивысшим потреблением газировки наблюдается наибольшая продолжительность жизни. Значит, газировка способствует долголетию. Но, извините, наибольшая продолжительность жизни в странах с наибольшим уровнем развития медицины. В странах с жизнью медицины на низком уровне зачастую даже питьевая вода не всегда доступна, и поэтому средняя продолжительность жизни гораздо ниже, в особенности за счет детской смертности. То есть, опять же, это два параметра между собой связанных, но никоим образом не причина следственной связью. Исследования показали, то есть решили при помощи компьютера просчитать корреляцию разводов и причин, по которым люди разводятся. Исследования показали, что из подающих на развод супружеских пар 40% конфликтовали из-за отношений с родителями, 60% конфликтовали из-за секса, 80% конфликтовали из-за денег, 100% вступили в брак. Из чего делаем вывод, основная причина развода – вступление в брак. Это, опять же, вещи, вступление в брак является необходимой, причиной развода не является достаточной, но не является причиной с точки зрения причинно-следственных связей. Условием, скажем, необходимое условие, но недостаточно, но не причина. Еще распространенная ошибка допущения, ошибка, которую мы можем назвать подмена признака в аналогии. Когда проводится аналогия, аналогия всегда приводится по какому-то конкретному признаку. И дальше этого признака, аналогия всегда ограничена в своей логической модальности, и дальше этого признака ее вести нет смысла. Царство Божье подобно жемчужине. Это же не значит, что Царство Божье круглое и блестящее. Речь идет о ценности Царства Божьего. Тем не менее, очень часто разбирают аналогию, там всевозможные притчи, да детали, а что значит та деталь, а что значит та деталь. И такие интересные толкования зачастую бывают. Речь идет о ценности Царства Божьего. О, мать ГОД, О, ГОД! 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 НЕМЕЛИ דОГЕ ДОГЬИ НЕМЕЛИТЕСЯ ДОГЕДОГЕ ДОГЕ ДОГЕДОГЕ И ДОГЕДОГЕДОГЕ ЛИКЛЕДЕСЯ ОТЕРУНИТ НЕМЕЛИ БЛАК! СОРЫ ВОЛЬ, 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 ЖЕЙЧЕСЯ ГОДОГЕВАННИЕ СОРАНИЯ июまた, Мужчина тоже died... ...и был верен... ...и был отправлен в Хадес... ...и был в том, что он был в том, что он был в том... ...и был в этом году... ...и в этом году... ...бmemорки был Ибраем... ...и был в Лазарус... ...и был в том, что есть... ...и в этом году... ...и был лазаром в пище сgradом Бога... ...воти его digging... ...и замужи его его в пище... ...и потом лазару после него... ...и у меня слабо жительство в этой зоне... ...и я покажу нам... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Что такое лона? Дима Тorzok 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 как листы бумаги. И вот этими хлебами вытирали руки, возьмут там жирную баранину, взяли, поели, руки в бараньем жиру обтерли и к ногам бросили. И там вот те самые нечистые слуги, которые вдоль ног ходили, они на бразно, значит, от этого хватали, все это поедали, значит, хороший хлеб с бараньим жиром. Это для них было лакомство. Так вот, Лазарь, который находился за воротами, он мечтал только об этом. Он не был до этого даже допущен. То есть один на Перу, другой страдает. Страдает, покрыт язвами, собаки лижут его язвы. Они умирают, и все оказывается, то есть идет полный, значит, это самое, как по-английски, как разворот стола. То есть все меняется с точностью наоборот. Снова между ними пропасть, но теперь страдает богач, а на Перу оказывается Лазарь. Лазарь оказывается на Перу, во главе которого кто? Сам Авраам во главе стола, и Лазарь по правую руку от Авраама. То есть на самом почетном месте. Пир – это всегда символ царства. Тем более, когда речь идет о пире, главой которого является сам Авраам. То есть тот, кто ни во что не ставился в этом мире, оказывается на самом почетном месте в царстве Божьем. А тот, кто в этом мире каждый день першествовал блистательно, тот оказывается вдали. То есть никакого отношения к загробной жизни нет. Фарисеи были сребролюбивы, Иисус им вот эту обличительную дает аналогию. И идея, что это загробный мир, где они без суда, но уже наказаны и мучаются в агонии. И встает вопрос, что это уже души у мертвых. Потому что понятно, что они же умерли, тела нет. И встает вопрос, а как же он может окунуть перст и смочить язык? Откуда персты и языки появляются? Начинается, как только мы начинаем в Слово Божье вставлять свои идеи, уже приходится дополнительные идеи вставлять. И те, кто с этой идеей, разработали богословие промежуточных тел. И так далее. Чем больше мы искажаем Слово Божье, тем больше искажений все это требует. Помните, мы говорили, что любой факт может совместить с любой теорией при достаточном количестве дополнительных допущений. Допущения растут, 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 растут. Иисус рассказывает конкретную притчу. И суть притчи, что у них есть Моисей и пророки. Если не слушают Моисея и пророков, все больше им ничего не надо. Все пророки, языки Деяна. Этого всего достаточно, чтобы принять пришедшему мессию. Но тут же богословы, любители толкования этих притч говорят, что вот, а как же у одного из героев, во-первых, тут не сказано, что это притча. Значит, это не притча, это реальная история. Во-вторых, мы видим, что у одного из героев имя Лазарь приведено. Значит, это реальный человек. Ну, пункт первый. Начнем с того, что притча – это короткая поучительная история с конкретным нравоучительным выводом. То есть, притча вовсе не обязательно будет выдуманная. Но притчи зачастую были выдуманные истории про невыдуманных людей. Такое тоже было часто. Вот мы говорили про Александра Македонского, который заплакал, потому что больше нечего было ему покорять. Вот. То есть, это не факт. Далее, заявление, что у одного из героев есть имя, тоже отнюдь неправильно, потому что вообще-то как минимум у двух героев есть имя. Авраам тоже имя имеет. И Авраам тоже здесь упоминается. Вот. Но упоминание имени вовсе не говорит о реальности героя. А то иначе мы можем совершенно однозначно сказать, что сказка про репку – это тоже не сказка, а реальная история. Потому что у одного героя есть имя Жучка. Вот. А раз есть имя Жучка, значит, это реальная история, а не сказка. Точнее, даже еще круче. В ранней версии сказки про репку ни у кого из героев не было имен, и это была притча. Но потом название одного из героев стало ругательным словом, и его заменили на созвучная Жучка. Вот. И в итоге появилось имя, и, значит, эта притча вдруг стала реальной историей. Какую роль играет употребление имени в этой притче? Иисус заканчивает словами, что если кто из мертвых воскреснет, не поверят. Пройдет всего две недели. Иисус воскресит из мертвых человека, которого будет звать как? Лазарь. И те, кто слушали эту притчу, наверняка они смогут удержаться от того, чтобы сопоставить эти две истории. То есть притча, с одной стороны, говорит о том, что закон не пройдет ни одна йота, ни одна черта. То есть закон не изменен, и закона достаточно, чтобы прийти ко Спасителю. С другой стороны, она обличает фарисеев, которые были сребролюбивы. И, в-третьих, она закладывает будущие, значит, педагогический момент с воскресением Лазаря, когда, если помните, Лазарь воскрес, и фарисеи хотели убить его обратно. Потому что он был всем живым свидетельством, бельмом во глазу, воскресшего из мертвых, хотели убить. И, как мы уже говорили, притчи царства бывают, вообще притчи бывают двух типов. Притчи свойств и притчи отношений. И, когда мы говорим о притче, о царство Божье подобное жемчужине, даже не царство Божье подобное жемчужине, царство Божье подобное купцу, собирателю жемчужин. Это говорит о том, что о ценности, не о свойствах, а о ценности царства Божьего, что он нашел такую жемчужину, настоящую жемчужину, в сравнении с которым остальные жемчужины жемчужинами не являются. Это такая ценность, в сравнении с которой все остальное вообще ценностью не является. С другой стороны, неправильное толкование притчи, значит, притчи как некого символизма, неких, значит, притч и отношений приводит к тому, что зачастую можно слышать, что закваска в Писании – это символ греха. Ведь сказал же Иисус, значит, Петр говорит, что будем праздновать закваской праведности, значит, соприкоснованными праведности, а не закваской греха. Иисус ученикам говорил, берегитесь закваски, фарисейки, закваска – это символ греха. И встает вопрос, а как же быть словами Иисуса, что царство Божье подобное закваска? Если закваска – это символ греха, как может быть царство Божье подобно греху? Это тоже аналогия, но совершенно другой тип аналогии. Это аналогия свойств. Какие могут быть у человека отношения с закваской? Закваска – это что-то, что, попав в среду, полностью эту среду меняет. Но меняет не сразу. Пройдет какое-то время. Почему? На что ссылается апостол, говоря, будем праздновать закваской праведности? Он ссылается на исход евреев из Египта. И исход был непостепенный. Сначала первая команда, через день другая команда, через день третья команда. Все, развернулись и вышли. Времени, чтобы скислотеста не было. Поэтому выходили с опресноками. И вот апостол говорит, вот так мы должны исходить из рабства греха. Не так составить себе план на ближайшие 10 лет. Что в этом году я избавляюсь от жадности, в следующем году от похоти, через год от гордыни и так далее. Все, развернулись и ушли. Вот, притча о женщине, которая положила закваску в муку, говорит, что там, куда приходит царство Божье, там уже все не останется таким, как было. Все изменится, но не сразу. Когда в каком-то квартале поселился верующий, в этом квартале уже не останется все, как было. Не сразу, постепенно оно все изменится. На какую-то, значит, в какую-то контору пришел работать верующий, там уже ничего не останется таким, как было. Все изменится, но не сразу. Постепенно царство Божье, подобно закваске. Малая закваска сквасит все это. С другой стороны, малая закваска злого портит все тесто, какое бы оно хорошее ни было. Притча о сокровище, скрытом на поле, это тоже притча о... Это аналогия отношений. Притча о закваске, аналогия свойств. Еще один пример подмены признаки в аналогии. Иисус мог ходить по воде. Огурцы на 90% состоят из воды. Я состою на 80% из воды. Я могу ходить по огурцам. Значит, я на 90% из суса, на 82% огурец. То есть, опять же, мы берем некие случайные признаки и проводим, даже применяя статистику, проводим сравнение. Следующая ошибка. Отвержение по ассоциации. То есть, когда-то что-то неприемлемо, но что-то с этим неприемлемым у нас ассоциируется, и мы уже отвергаем это не потому, что это неприемлемо, а потому, что у нас оно ассоциировано с чем-то, что было неприемлемо до этого. Ну, например, сатана оперирует логикой. Сатана зол. Следовательно, логика есть зло. Сатана действительно логикой оперирует абсолютно. Мы уже говорили, что если бы все сводилось только лишь к логике, то самыми верующими были бы бесы, которые тоже веруют и трепещут. И бесы всегда, раньше всех остальных, исповедовали Иисуса Сыном Божьим. Но Иисус истинный, он не только истинный, он еще и путь и жизнь. Мы об этом будем говорить, когда будем говорить об ограничениях логики. Но сатана оперирует логикой. Он зол, значит, логика зло. Это не что иное, как отвержение по ассоциации. Точно так же можем говорить, Гитлер увлекался живописью, носил усы и был противником курения. Это значит, что всякие, кто увлекается живописью, носят усы и против курения, разделяют ответственность за преступления германских нацистов. Христианство породило войны и насилие, связанное с крестовыми походами и деятельностью инквизиции. Это точно такое же отвержение по ассоциации. Хотя на самом деле тут, как мы уже говорили, вопрос в том, что мы имеем дело с мифами, созданными в 18 веке, между 1550 годом и 1800 годами, то есть за 250 лет существования инквизиции, перед судами католической инквизиции во всех странах, Испания, Португалия, Франция, Германия, пристало около 150 тысяч человек. За 250 лет 150 тысяч человек. Из них 3000 были приговорены к смерти. То есть примерно один человек в месяц. Большинство из них было уже местными, местной церковью помиловано непосредственно после вынесения приговора. Это кровавая инквизиция. Гуманные атеисты. Между августом 1937 года и октябрем 1938 года, то есть всего менее чем за полтора года, только лишь на одном бутовском полигоне в Москве были без суда и следствия расстреляны 20 761 человек, известных поименно. Еще огромное количество безымянных. Младшему из убитых было 13 лет, а старшему из расстрелянных в Бутове было более 80 лет. И при этом коммунисты все время ссылались на кровавую инквизицию. Мы уже говорили, что инквизиция была следственным органом, и когда было всеобщее безумие охоты на ведьм, женщины за защитой обращались в инквизицию, как в следственный орган, чтобы их защитили. И более того, мать Иоанна Кеплера, протестантка, обращалась в католический суд, когда ее обвинили в ведовстве. И была оправдана. Эгоизм, жадность, насилие, гордение, агрессия – все это составляющее не христианского мировоззрения, а человеческой природы. И эта человеческая природа греховная, она присуща и атеистам, и христианам. Это порождает войны. Но мы должны помнить, что в войнах и карательных системах, устроенных безбожными режимами XX века, было уничтожено и замучено несравненно больше людей, чем в религиозных конфликтах за всю историю человечества. Следующая ошибка допущения – враг моего врага. Если кто-то выступает против меня, а кто-то другой выступает против этого человека, значит, он мне друг, значит, он мой союзник. Читаем. Узнав же Павел, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в Синедрионе, мужи-братья, я фарисей, сын фарисея, за чаяние воскресения мертвых меня судят. «Кадарская она-то произошла между ними расприя, между фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось. Ибо саддукея говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое. Сделался большой крик, и встав книжники фарисейской стороны, спорили, говоря, ничего худого мы не находим в этом человеке. Если же дух или ангел говорили ему, не будем противиться Богу». То есть мы видим, что фарисеи тут же увидели союзника в борьбе против саддукеев. Ага, то есть тут только что они были готовы обвинить Павла и приговорить его к смерти за то, что он язычников ввел в храм. И тут же выяснилось, что он против саддукеев, значит, наш человек. И мы должны его защитить. В нем нет никакой вины. Он совершенно прав. Мы не будем противиться Богу. Следующая ошибка допущения – предвосхищение оснований. Предвосхищение оснований – это когда мы то, что хотим доказать, берем за предпосылку. Это очень близко к порочному кругу доказательстве. Но просто мы, если там мы предпосылку уже в итоге и доказывали, то наоборот мы то, что хотим доказать, берем за предпосылку. Ну, например, такое рассуждение. «Без пролития крови не бывает прощения». Это истинное утверждение. Ну, конечно, так говорит Слово Божье. Евреям 9.22. Бог пролил кровь животных, чтобы сделать одежды кожаные. Бытие 31. Следовательно, грех Адама и его жены прощен. Но, извините, откуда взят, сделан вывод, что Бог пролил кровь животных, чтобы сделать одежды кожаные. То есть мы заранее хотим что-то доказать и берем, сказано, Бог сделал им одежды кожаные. Бог животных создал. Он точно так же мог создать и одежды, и кожу. То есть нигде не говорится о том, что Бог кого-то убил. Тем более не говорится о жертвоприношении. Мы должны сказать, что вообще понятие жертв появляется только лишь после потопа. Даже Каин и Авель, они приносили дар Богу. То есть это было не жертвоприношение, это был дар. Просто один из них принес от всего сердца лучшее, как мы потом толкование на это читаем в послании к евреям, что верою Авель принес лучший дар. Нет же, раз на все должна быть кровь, то, значит, нужно было приносить только животных. А что тогда было приносить Каину, который был земледельцем? У него животных же не было. Ну, наверное, должен был ходить, либо украсть, либо вступать в торговые отношения какие-то. Нет, речь шла о состоянии сердца. Об этом говорит послание евреям, 11 глава. То есть идея, что Бог пролил кровь животных, это идея к Писанию никакого отношения не имеющего. Писание об этом не говорит. Но здесь одновременно еще и ошибка опровержения предыдущего. Помните, мы говорили, что из условно-категорического силогизма можно сделать два обоснованных вывода и два необоснованных. Может быть да, может быть нет. Без пролития крови не бывает прощения. Значит ли это, что пролитие крови идет к прощению? Если да, то давайте прольем как можно больше крови, чтобы больше простилось. То есть мы видим, что здесь умышленно допущена еще одна логическая ошибка. На это формально логическая ошибка. Ссылка на случай. Ссылка на случай – это когда единичное событие используется как подтверждение или опровержение общего правила. То есть есть правило, но кто-то говорит, а вот был случай, когда правило не сработало. Но на основании этого провергается все правило. Например, русская рулетка. Один из разновидностей этой ошибки называется русская рулетка. То есть случай, в котором правило не сработало, выдается за опровержение правила. Табличка «Не влезай, убьет на трансформаторной будке, лишь вводит людей в заблуждение». Мой сосед поссорился с женой, она его выгнала из дома, он ночевал в трансформаторной будке и остался жив. То есть единичный случай выдается как опровержение правила. Вот эта форма ссылки на случай называется русская рулетка. Потому что другой тоже может попробовать, но рано или поздно кто-нибудь допробуется. Второй вид этой ссылки на случай – экстраполяция, когда разовое событие выдается за правило. Что-то произошло один раз, а раз оно произошло один раз, то так оно должно происходить всегда. Как Господь, например, действует в моей жизни, точно так же должно быть в жизни у всех. Я знал человека из одной общины, в которой пастор перегорел, впал в депрессию, претерпел кризис веры и по большому счету хотел покончить с собой. И вот он пошел на берег Дуная топиться под мост. Ну и больше как по привычке, перед тем что-то сделать, благочестивая привычка – помолиться. И вот он начал молиться, и Дух Святой сошел на него. И было покаяние, слезы очищения. И полностью это преобразило его жизнь. Он стал миссионерскую работу вести. Просто преобразило жизнь и этой общины, и всего города. Это одно но. После этого он всегда свою общину вводил туда под мост молиться. То в его понимании, вот это место, место под мостом было особым местом обитания Святого Духа. И вот он туда всю общину свою вводил. Как Господь действует в моей жизни, вот так же должно быть у всех. Дискуссии между разными динаминациями христианскими. Да вы вообще, значит, Духа не имеете, потому что у вас нет таких даров. А вы вообще неизвестно какого Духа, потому что непонятно, что у вас за дары. А вы тот... Дух дышит где хочет. И каждому даются дары на проявление Духа. Одному другие, другой... Каждый сам отвечает, перед своим Господом стоит. Мы не можем знать, как Бог действует в жизни другого. Дай Бог нам разобраться, как Он в нашей жизни действует, чтобы мы действовали правильно. А Он ни перед кем не подосчетен. Потому что очень часто мы отрождествляем Божье присутствие с определенным местом, ритуалом, одеждой, музыкальным стилем, видом еды или питья, лексиконом, типом поведения. Вот кто так одет, кто так разговаривает, кто, значит, только на этом жаргоне ведет беседу, вот это духовный человек. Все остальные недуховные. Но апостол пишет, царство Божье не пища и питье, но праведность и мир и радость в Святом Духе. А Дух дышит, где хочет. Еще одна ошибка допущения – это так называемая ошибка игрока. Если чего-то очень долго не происходило, значит, скоро должно произойти. Если долго я лотерею не выигрывал, значит, нужно продолжать, скоро выиграю. И если долго не выпадал орел, когда я подбрасывал монетку, все время выпадала орешка, значит, скоро должен выпасть орел. У преференсистов есть такая поговорка – к утру карта попрет. То есть, если все это время тебе не приходила хорошая карта, нужно продолжать играть. К утру, значит, тебе все-таки придет хорошая карта, и ты выиграешь. Но поскольку мы математику изучали, то, значит, у нас была куча задач на карточные игры. Легко посчитать, что вероятность обнаружить два туза в прикупе составляет от 1 к 80, до 1 к 40, в зависимости от того, сколько тузов у тебя уже на руках. И на этом основании делается вывод, что как минимум к 80 сдаче ты получишь в прикупе два туза. Ничего подобного. Вероятность всегда остается та же самая. Прошлые случайные события не влияют на будущие случайные события. Мы тысячу раз подбрасывали монету, и тысячу раз выпадала решка. Какая вероятность того, что орел выпадет в следующий раз? Одна-вторая, потому что предыдущие события никак не влияют. У монеты две стороны. Другой вопрос, что монету стоит проверить, что-то из них явно не то. Ну вот, раз все время так получается. Но всякий раз вероятность одна-вторая. И сколько бы перед тем, раз решка не выпадала, вероятность, что в следующий раз выпадет орел, остается той же самой. Одна-вторая. Ретроспективная предопределенность. То есть, когда что-то произошло в прошлом, говорится, раз оно уже произошло, значит, иначе быть не могло. Но в известном фильме «Трасса 60», такая очень хорошая современная экранизация книги «Экклезиаста», у главного героя такая поговорка, раз это произошло, значит, это было неизбежно. Это не что иное, а как-то ретроспективная предопределенность. Ошибка наблюдателя. Это обобщение, при котором не учитывается, что наблюдающий, уже сам факт наблюдения влияет на то, что он будет наблюдать. Потому что мы, например, не в состоянии наблюдать то, что происходит глубоко под водой. Мы этого не наблюдаем. И если мы, опять же, оказались при каких-то трагических событиях, от которых мы спаслись, потом мы можем, конечно, допридумать, а как же оно все происходило. Но на самом деле все, что мы видели, это дорогу, по которой мы убегаем. Работник службы клиентской поддержки говорит, «Я ненавижу людей, люди всегда недовольны». Так просто довольные люди в клиентскую поддержку не звонят. В клиентскую поддержку звонит человек, когда у него что-то не так. Все те, у кого все нормально работает, туда не звонят. Он же делает вывод, что поскольку все люди, с которыми ему приходится разговаривать, всегда недовольны. У меня как-то раз из-за очень сильного урагана были отменены авиарейсы, а мне нужно было очень срочно попасть домой. И я зарегистрируюсь уже на свой рейс, дав в чемодан, багаж, рейс был отменен. Я стал добиваться в каждом аэропорту, чтобы меня посадили на ближайший самолет и на перекладных добрался до дома за сутки, в то время как мой рейс, он раз в двое суток летал. И естественно, что через двое суток мой багаж прилетел бы вместе со мною. То есть идея была сидеть двое суток и ждать, а потом прилететь. И вот я долетел до Киева и иду в отдел пропавшего багажа писать заявочку, чтобы мне мой багаж привезли. Меня работница этой службы потери багажа чуть ли не на руках носила. Говорит, слушайте, тут всегда все приходится, ругаются, кричат, орут. А вы так пришли спокойно, меня успокоили, все заполнили. Я и не ждал, что багаж прилетит, потому что я-то пробирался окольными путями, а багаж, что он там в Америке и остался. Чуть ли не расцеловала меня напоследок. Впервые в жизни она увидела человека, который не был недоволен, не был возмущен. Потому что людям, которые на такой работе, это должны либо быть абсолютные флегматики, или абсолютно равнодушные люди. Потому что приходят всегда люди обиженные, расстроенные, огорченные, возмущенные. Довольные люди не звонят в клиентскую поддержку. И машинист паровоза говорит, я никогда в жизни не сяду за руль автомобиля, потому что смысла в этом нет. Автомобильные дороги всегда перекрыты шлагбаумами. Сколько раз он на своем локомотиве не пересекал автомобильные дороги, они всегда перекрыты шлагбаумами. И это создает у него вот эту иллюзию наблюдателя, ошибка наблюдателя. Вы можете толковать ее как неформальную логическую ошибку, можете толковать ее как когнитивное искажение. Но это результат наблюдения. Антропный принцип. Все ученые, включая атеистов, признают, что у Вселенной наша имеет именно такие параметры, какие необходимы для существования жизни. Это и называется антропный принцип, от слова антропос человек. То есть именно такое, как чтобы мог жить здесь человек. Для человека верующего в Пане понятно, потому что сказано про Каисай, что Бог, сотворивший землю, не напрасно сотворил ее, Он создал ее для жительства. То есть она имеет именно такие свойства, потому что Бог ее так сотворил. Но что говорят атеисты? А чему вы удивляетесь, что она имеет такие параметры? Если бы она не имела такие параметры, нас бы здесь не было, и удивляться было некому бы. То есть они пытаются списать этот факт на ошибку наблюдателя. Но вопрос-то не в том, почему мы их наблюдаем, а в том, почему она такие параметры имеет. Это, как видите, подмена тезиса. То есть вместо основного тезиса доказывается другой тезис, на него похожий, но совершенно другой. Потому что вопрос-то не в том, почему мы наблюдаем такие параметры у Вселенной, а почему Вселенная имеет такие параметры, которые мы наблюдаем. Так вот здесь это неуместный тезис, происходит подмена. Еще одна ошибка допущения, ошибка выжившего. Это обобщение, при котором не учитывается влияние фактора наблюдения, на то, будет ли наблюдатель способен засвидетелиться на нем. Какая-нибудь разборка мафии, при которой потом зачищаются все свидетели. Почему никто никогда не расскажет, что он был свидетелем разборки мафии? Потому что либо потому, что он не остался живым, либо потому, что он не хочет не остаться в живых. Вот уже сам этот факт влияет на то, что рассказать он об этом не сможет. Или, например, в прессе в время трения появляются сообщения о дельфинах, которые пришли на помощь утопающему. Человека течением стал уносить в море, откуда ни возьмись, появились добрые дельфины. И они его, значит, стали выталкивать на поверхность и толкать к берегу. Вот дельфины, это другая цивилизация, гуманная, она о людях заботится. А на самом деле, если вы начали тонуть, если вас унесло в море и вы столкнулись с дельфинами, расскажете вы потом об этом или не расскажете, зависит лишь от одного фактора. С вами столкнулись дельфины, которые обучены на выявление подводных пловцов или которые обучены на уничтожение подводных пловцов. Потому что все морские державы используют дельфинов для охраны своих водных границ. В дельфинариях обучают дельфинов и потом их выпускают. Где-то месяца 4 эти дельфины сохраняют эти навыки, потом новых выпускают. И дельфины, которые пришли на помощь, это дельфины, которые обучены выявлять подводных пловцов. Они их толкают на поверхность, толкают, пока береговая охрана не увидит и не подберет подводного плоса, диверсанта или же утопающего. А в случае реальной угрозы выпускаются боевые дельфины, которые разбивают маску, бьют носом под ребра. А в боевых условиях к ним еще и на нос ставится игла и привинчивается баллончик с воздухом под давлением. То есть это игло не просто протыкают, а еще и надувают, как шарик этого пловца, и он всплывает. То есть рассказать о дельфинах могут только те, кто выжили. Те, кто погибли, рассказать о дельфинах, которые на них напали, уже не смогут, поэтому мы знаем только про добрых дельфинов. И командование коалиционных войск ВВС Англии во время Второй мировой войны изучало самолеты, которые возвращались с вылетов на материк. Немецкие Люфтваффе имела огромнейшее численное преимущество в воздухе, поэтому шанс у самолетов выжить был крайне низок у британских. И те, кто возвращались, изучали, где у них пробоины и укрепляли эти места, пока Абрахам Вальд, венгерский математик, не сказал, ребята, вы не тем занимаетесь, укреплять надо те места, где пробоин нет. Раз самолеты с этими пробоинами вернулись, значит, это не принципиальные места. Принципиальные те места, в которые были пробиты, и самолеты не вернулись. Поэтому нужно укреплять то, где все осталось целым. Навешание ярлыков. Это когда кто-то однажды проявил какое-то свойство, свойство характера, и оно после этого считается его неотъемлемой характеристикой. Кстати, наше толкование Библии очень часто сводится к навешиванию ярлыков. Но не мы первые. В Библии тоже мы видим, как навешивали ярлыки на людей. Ну, например, у евангелиста Матфея есть такой персонаж, которого он иначе не называет, как мать сыновей Зеведеевых. Вот такое он придумал ей название. Навесил этот ярлык. Потому что в этой компании людей, которые с детства друг друга знали, компания друзей, всего несколько чужаков. Это вот Матфей, Иуда и Фома. И все все время это время ходили, вместе, дружно. И тут уже все. Идем в Иерусалим. Значит, Мессия, наш царь, садится на трон. Мы все становимся министрами при нем. И тут откуда ни возьмись, вываливается его тетя Соломея. И говорит, слушай, племянничек, ты кого тут понабрал? Вот твои самые два близких родственника, твои двоюродные братья. Вот они должны, один сесть по левую руку, другой по правую. Такая коррупция настолько возмутила Матфея, что все, как личность, она для него больше не существует. Он ее иначе, как мать сыновей Зеведеевых, даже не называет. Даже когда упоминает женщину, стоящую у креста, он ее называет мать сыновей Зеведеевых. И естественно, он ее не называет, когда перечисляет женщин, которые ходили к гробнице Иисуса. Ну, потому что нужно перечислять тех, на кого положиться можно, надежных людей. А этот коррумпированный элемент, ему никакого доверия нет. И только вот младшенький из евангелистов Марк ее называет по имени Соломея. Ну, а евангелист Иоанн, один из этих самых сыновей Зеведеевых, он скромненько говорит, сестра матери его. Вот, что все-таки, ну, был у него повод так поступить, по-родственному. Вот, но точно так же и мы навешиваем ярлыки на библейских героев очень часто. Самсон – герой веры. И рассказывает в проповедях в церкви, в уроках в ответственной школе, о герое вере Самсоне, о втором послании филистимлянам в виде ослинной челюсти. Вот. Он не имел права к этой челюсти прикасаться. Всю свою жизнь Самсон был отступником. Шаг за шагом он нарушал завет с Богом. И ведь не в волосах же была сила Самсона. Это он своей барышне так и рассказал. Сила Самсона была в Боге, но волосы – это осталось последнее, что последнее связующее звено между ними, потому что до этого он уже нарушил все. Он не имел права водиться с неверными, он не имел права прикасаться к мертвому, он не имел права употреблять хмельного, он не имел права стричь волосы. Он все это уже нарушил, но пока хоть в чем-то он оставался верен, и Бог оставался ему верен. То есть это аморальный, эмоционально неуравновешенный тип. И лишь в последний момент своей жизни Самсон воззывал к Богу и стал героем веры. Мы же навешиваем на него ярлык, что ага, герой веры, значит, все, что он делал, все это поучительно, давайте учить своих детей поступать так же. Давид, муж по сердцу Божьему, значит, все, что делал Давид, все правильно. Соблазнять чужую жену, убивать ее мужа, не воспитывать собственного сына и прочее. Нет, он человек, он муж по сердцу Божьему не потому, что он не грешит, а потому, что он, согрешив, понимает и кается. А мог бы сказать, что я сторож брату моему. Как говорил Григорий Сковорода, не ангел я есмь, потому и грешу, не бес есмь, потому и каюсь. Давид, муж по сердцу Божьему, всякий раз говорил Богу, перед Господом согрешил я. Петр – это основание церкви. Да, Петр тоже человек эмоционально неуравновешенный. Его квизитной карточкой являются два несвоместимых слова «нет, Господи». Семен Иванович, вы, пожалуйста, помните, Иисус сам его, когда его воодушевляет, называет вопрос. Ну, давай, камень, кремень, давай, вперед. Всякий раз, когда он его обличает, он его по имени, отчеству, ну, Семен Иванович, ну, как же, опять Симон, сын Ионин, в сентальнем переводе. Вот. «Нет, Господи, я этого есть не буду. Нет, Господи, в Русалим ты не пойдешь. Нет, Господи, я тебя никогда не предам. Нет, Господи, это у него просто, вот, язык всегда работает быстрее, чем мозги». Вот. Иван Гарнафель говорит, не судите и не судимы будете. Не навешивайте ярлыков. Каждый человек, это всего лишь человек, он может проявить слабость, может проявить мудрость. Нужно делать, вносить уроки из его сильных сторон, из его слабых сторон. Но никогда не навешивать ярлыки. Ну, вот, цитата Григорий Сковороды. «Не я Бог и согрешаю, не я, опять-таки, бес и каюсь. И от Луки, невозможное человеком, возможно Богу». Деяние 9, 26-27. Саввел прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам. Подожди, мы что, его не знаем? Это что-то, который наших людей там, мало того, что здесь арестовал и отдавал на смерть, так он еще, мало ему этого было, он еще в загранкомандировки ездил от Синедриона. Потому что там-то он не может, значит, там не работают местные законы, там тамошние законы. Так он поехал в командировку, их там арестовал, сюда привозил, чтобы здесь уже их потом отдать на смерть. А теперь он к нам хочет внедриться. Кротом тут быть, значит, шпионом, про нас все рассказывать. Вот. Он пытался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и сказал им, как на пути он видел Господа и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. Варнава, сын Чешения, помните, да, его звали Иуст, и он получил это прозвище. Вот. Он встретился с Савлом, поговорил с ним, понял, что это молодой, горячий человек, уже ученик Христов. Вот. И пришел и привел его к ученикам, в то время как все остальные навешивали на него ярлыки. Неопределенность выводов. Следующая ошибка допущения. Когда, казалось бы, все посылки правильные, но выводы делаются настолько неопределенные, что что хочешь, что в них и понимай. В VI веке до н.э. царю Крезу было дано такое, он собрался пойти войной на Вавилон, и пошел к пророкам к храму Аполлона, чтобы получить пророчество, идти ему на Вавилон или нет. Пришел он к Дельфийскому Оракулу, и было ему там дано пророчество. Галис – это река, которая отделяла его царство от Фригии, а за Фригией уже, Фригия в это время была под контролем Вавилона, но не захваченная, а чисто контролировалась. И ему было прочно, Галис перейдя, великое царство разрушишь. Крез был одним из самых богатых царей своего времени. Пергамское царство было богатейшим, можно долго говорить о великих достижениях этого царства, и в экономике, и в финансовых делах, и есть даже выражение такое, богат как Крез. Крез был самым богатым царем в мире. Поэтому Великое царство разрушишь, значит, Вавилон, Великое царство, пойду разрушать. Крез принял это пророчество как гарантию того, что он победит. Перешел Галис, и вроде как небольшую победу там в Афригии одержал. Много брал добра, вернулся обратно, и тут Вавилон сказал, извините, Афригия это наша. Это наша каноническая территория, кто там хулиганит. И Вавилонское войско пошло и захватило в итоге Пергам, и Пергамское царство прекратило существование. То есть пророчество сбылось, сбылось. Сказано, Галис, перейдя, Великое царство разрушишь. Он свое царство разрушил тем самым. Он думал, что пророчество о Вавилоне, а пророчество оказалось о его царстве. А на самом деле пророчество изначально было такое, что какой бы исход не будет, а пророчество все равно сбудется, потому что оно было изначально неопределенное. В гороскопах мы читаем, при текущем расположении планет козерогам нужно быть особо внимательным, чтобы не упустить свою возможность для достижения успеха. Совершенно прекрасное пророчество. Достиг успеха, нашел монету, или падая не свернул шею, значит был внимательен. Не достиг, значит не был. Ну или не козерог. Потому что как-нибудь да будет, как говорил великий богослов, бравый солдат Швейк, что как будет, так и будет. Ведь как-нибудь да будет. Ведь никогда так не было, чтобы никак не было. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.